Сергей Сергеевич, в зон-зам, входите, пожалуйста. Ну, пока собираюсь, я немножко расскажу. Зовут меня Сергей, в зон-зам, я директор компании «Путустрия», работаю там с самого начала, уже больше 30 лет. Ну, и, собственно, президент этой годки, все годы был, что, может быть, никто не знал, но именно там, собственно, отвечали за безопасность на большой дистанции, на маленькой консультативно, потому как считали, что там меньше, все-таки, опасности, до нее руки у нас не находили. Собственно, я не бегу, по мне видно, но когда-то я занимался организмом 12 лет, был КМСом, и как раз в последние годы работал профессионально в этом районе, как наша должность называлась, спасатель-проводник, работали в Мальдивийском лагере. Вот, поэтому, собственно, какое-то понимание о том, как организовывается безопасность, она вообще есть. Ну, на мне, собственно, общие организационные вопросы и координация безопасности. Ну, когда начинаешь говорить о безопасности, как-то... начинаешь сравнивать себя вот с той самой эскортесы, помните, да, так ли? Надеюсь, сам из-за себя. Ну, в любом случае, это банальные слова, но, к сожалению, не дай нам Бог всем узнать, как эти банальные слова превращаются в конкретные действия. Они точно написаны, действительно. К сожалению, кроме... Ну, собственно, тоже было говорить банальные вещи. В принципе, мы, конечно, о безопасности будем говорить еще много раз. В основном все-таки там. Будут несколько прифингов. Один по всем трассам. Намерется, ну, не по всем трассам, а по трассе 109 и по коротким трассам. Мои коллеги, которые являются еще действительными, пенистами, и мои помощники в этом деле будут со знанием дела об этом обрассказывать. Но вкратце все, в общем-то, просто. Я расскажу сейчас о 109, потому что это наиболее сложная дистанция. Ну, примерно то же самое будет на короткие дистанции. Ну, собственно, с чего мы начнем? Вы будете застрахованы. Это будет входить в пакет. То есть, страховка, которая позволит вас эвакуировать всеми доступными способами, включая вертолет. Вертолет будет на дежурстве. Хотя надо понимать, что он нам поможет только в случае ледной погоды и светлого времени суток. На всех, будем говорить, контрольных точках, которые, в основном, находятся на перевалах по дистанции и под перевалами будут дежурить наши волонтеры. Но надо понимать, что волонтеры – это все-таки не сердцевые спасатели. На них будет возложена функция, в основном, информационная. У них будет связь спутниковая, они будут в центр, конкретно мне, передавать. Лучше ничего не передавали, они будут передавать, если что-то пошло не так. У участников впервые в этом году, участников 109, будут выданы организаторами трекера. О трекерах наши партнеры расскажут. Чуть позже, да? Вот, трекеры будут посылать координаты каждые 15 минут. Вот, наверное, уже координаты послали. Нет, это не аминь. Извините. Вот, на трекере есть функция SOS. Она автоматом передает координаты. Красная кнопка такая. И функция передачи коротких СМС. Какие-то СМС, типа, я встал на привал, наверное, будет запрограммировано. Значит, мы знаем, как это все устроено, но вас будем видеть в режиме реального времени. Мы эти трекеры испытывали. Ира там бегала, искала, берем вам невидимку, которую ищут уже 5 лет. Я когда-то там ходил, вроде все рассказал, где он, но пока не получается найти. В принципе, все работает корректно. И мы все видим. Вот. Будут лагеря. Ну, собственно, лагерь западный, Мурзуки, лагерь северный, на поляне Моноэля. Там уже будет несколько усилийная группировка. Там будут приданы нам на это время экипажи МЧС с возможным усилением, если понадобится. И, собственно, наши люди более эмалицентны, чем волонтеры, которые немножко в лепенизме понимают его на одного парадатого и другого тоже. Из этих лагерей можно эвакуировать. Ваши. Западный лагерь будет скорость. Ну, собственно, мы проводим у вас вот реван, да, с которым мы все время это мероприятие делаем. Надеюсь, он приедет участник, который не знает, на какую дистанцию. Он приедет за три кастре. За три кастре. Тоже хорошо. Хотя с ту девять, он ходил по разу. Кимон. Пару раз. Ну, собственно, вкратце это будет обстоять так. То же самое будет на коротких дистанциях. На пунктах питания будут стоять волонтеры со связью. Будет экипаж МЧСовцев. И одна или две машины в скорой помощи. Ну, а дальше опять Бонарщина такого плана, что что бы мы с вами там не делали о безопасности, у гор всегда есть у нас ухлит. Горы повышают опасность мероприятия сразу, даже не знаю, на сколько раз, в сравнении с равними. Ну, понятно, потому что куча факторов, на которые мы не можем повлиять. Рельеф совсем другой. Он и крутой, он и твердый, я бы так сказал, каменистый и острый. На всякий случай, я за свое время работал в Горар, к сожалению, видел кучу сломанных ног и даже фатально пробитых голов примерно таких же тропах, на которых будет проходить комплекс. Какой бы план спасательных работ мы не разработали, если он вдруг начнет притворяться в жизни, это значит, что мы все с вами ошиблись. Этого нельзя допускать. К чему это говорит? Говорю к тому, что, к сожалению, единственными людьми, которые могут вас прости, являетесь вы сами, проведя одну черту в голове, в которую переступать конкретно каждому человеку нельзя. Так же, так, где его квалификация качается, я не знаю, что это касается либо того темпа, который вы движите вниз, либо предела усталости, при котором вы двигаетесь, либо решение переходить речку не там, где у нас натянута веревка, а там, где, куда вас вынесли ноги. Ну, собственно, вот такая подальщина, ничего здесь не сделаешь. Надо как-то понимать, что в горах цена бывает очень большая, и она точно не стоит там, этого спортивного завтра, не знаю, желание прийти первым, или не последним. Ну, собственно, все, вы помните, что во время как вы будете с инновацией, наверное, получать от этого динамичного удовольствия, в какой-то части коллектива при вашем старте сожмутся, вышатся ягодичные расстраивства, тогда вы живые здоровья прибежите. Ну, не знаю, все, если есть вопросы, задавайте. Пожалуйста. Небольшой вопрос по поводу деятельности работы трекера. Сколько часов уже... Это расскажет специалист, в конце у нас специалист подойдет, покажет, как у вас будет наблюдать. мы рассчитываем, что в церкви соревнований и на старте и финише будут экраны, где все будут видеть все свои номера. Пока мы по своему опыту рассчитывали сделать настройку один сигнал в 15 минут. Потому что частоты сигнала зависят продолжить сработку. Пока 70-70 часов при 41 часе времени должно хватить. Еще? Панал на слово и никаких вопросов. Давай дальше. Спасибо, Сергей Семенович. И сейчас как раз что делать, если все-таки какая-то проблема и несчастный случай случился. Представитель нашей страховой компании, которая нас курировала от и до от выбора страховой компании и будет курировать и заниматься всеми этими вопросами и во время соревнований. Полина Пискулова, директор компании SafeProLife. специально для Adidas Bruce World Race с компанией страховой RunSip мы разработали индивидуальный достаточно продукт для участников в горке, потому что в принципе достаточно специфичные условия и здесь надо учитывать риски для спортсменов. Мы постарались продумать этот момент и страховой продукт положить риски, которые могут произойти с пострадавшим, ну и с тем, кто не доволен, на маршруте что-то произойдет. Вкратце просто расскажу, что в принципе важно для того, чтобы правильно зарегистрировать страховой случай, не дай бог он случится во время гонки. В принципе, помимо того, что гонка достаточно продуманная и соревнования достаточно здесь продуманы в плане безопасности, потому как непосредственно будут люди, кто находится на маршрутах, будут смотреть внимательно с участниками. Помимо этого, то есть есть страховой полис у каждого участника. Здесь важно понимать, что этот полис надо правильно уметь использовать. В каком случае то есть как это правильно делается. То есть если не до бог происходит страховой случай, у каждого будет на руках выдан полис и человек может позвонить в компанию ассистанции, если он может, соответственно, или там связь ловит, я правильно понимаю? Не ловит. Я думаю, что мы по-другому сделаем. Ты расскажешь? Тогда мы сделаем за участников. Ты пишешь за участников, здесь важный момент, как бы именно организаторы будут тогда регистрировать. То есть в данном случае дрейкер здесь играет важную роль. И все остальные моменты передачи координат. в данном случае организаторы тогда ответственны за регистрацию страхового случая. То есть они обращаются потом к компании ассистанции. И уже непосредственно компания ассистанции принимает заявку от застрахованного, ну и соответственно того, кто направляет заявку, это будет непосредственно организатор. Тогда уже застрахованным будет оказана первая помощь. в плане того, что в любом случае на конкурсе присутствует карета скорой помощи. Это однозначно. И те моменты по транспортировке пострадавшего, которому нужна помощь, она будет организована уже до кареты скорой помощи. Далее по страховому полису уже будет размещение в больнице при необходимости. То есть если там какие-то сложные варианты, то по страховке будет открываться уже госпитализация и прием амбулаторной уже в клинике. Если это еще более сложные случаи, то безусловно Сергей Семер сказал, то есть включенный диск медико-транспортных расходов на даже вертолетную эвакуацию, что позволит быстро среагировать и отправить пострадавшего в клинику, которая сможет принять в тот минус иной случай. Все зависит от того, какая недобог травма произойдет. Здесь очень важно организаторам четко сформулировать и написать страх пострадавшего и тогда все будет хорошо. При наступлении страхового случая так это и происходит. Полис всегда есть телефон. Здесь роль звонка выполняет организатор, то есть он все уже сообщает. Это важно знать. В принципе заявка просто скажу как работает ассист. Заявка принимается достаточно быстро оператором колл-центра по страховому продукту, который у вас входит в пакет уже вшитый. И здесь в течение 30-40 минут уже принимается на месте оператором заявка и размещаться гарантийно письмо необходимо в клинику если это нужно. Опять же если это очень сложный случай, если не сложный, там в принципе карета скорой помощи тоже присутствует. В принципе что можно сказать по поводу продукта, который у вас на руках имеется ввиду страхового полиса. Туда включаются стандартные риски по значит медицинские риски это амбулаторные приемы застрахованного его диагностикой обследования если необходимо это вложение гипса это привязочные процедуры медикаменты то есть это открывается страховка сложные варианты там республизации также входит далее это какие-то медико-транспортные расходы которые могут возникнуть если у вас билет куплен и нет на гонку и допустим перенос срока поездки по причине тоже меняется билет за счет стандартной компании то есть вам надо платить деньги за покупку нового билета хорошо если вы приехали например поездом или самолетом вот здесь удобно далее что еще нужно отметить то есть в принципе здесь оперативно срабатываем с точки зрения неорганизаторов с точки зрения спокойствия на связи полуцентр оперативный страховка у вас есть самогонный судьте за вашим здоровьем будьте аккуратны в маршруте и хорошей вам гонки чтобы не было никаких страховых случаев самое главное спасибо что добавить у всех страховой полис входит именно время гонки то есть с момента старта до конца дня на этот период вы застрахованы для участников дистанции рейс мы еще дополнительный день включаем потому что ну там очень большие расстояния и там если что-то случается третьего это еще внутри некоторого времени но операция может растянуться поэтому будет запас один день у участников более коротких дистанций это одни сутки ну то есть день старта вот если вы хотите как бы это в общем-то мы активно вам рекомендуем застраховаться на период пребывания в горах там пока вы будете ходить на акклиматизационные выходы какие-то еще действия совершать то будут спецусловия предложены Полиной мы анонсируем все это для участников гонки соответственно на дополнительный период будут спецусловия по страхованию вот основной вопрос да действительно в том что скорее всего функционал там тот который описал Полина будет на организаторах потому что мобильная связь там очень мало где работает это практически там первые несколько километров от старта и несколько километров после кинеша на дистанции там еще есть некоторые островки в районе лагерей остальное все не входит в покрытие мобильной связи поэтому связь основного спутниковая понятно что у каждого с собой в кармане спутниковый телефон вряд ли будет поэтому действия какие если случилась какая-то проблема вы видите участника самая быстрое реагирование будет на самом деле зависеть от вас от других участников и самое правильное это донести информацию о какой-то проблеме случившейся с участником до ближайшего судья то есть если участник сам не может передвигаться и ему требуется помощь то самое быстрое реагирование может быть только благодаря вам другим участникам которые сообщат об этом ближайшему суде если участник получил травму там травмировал колено порвал связку либо сам финишировал либо мы помогли оказали первую помощь зафиксировали дальше требуется операция реабилитация это входит или не входит то есть если человек повредил связку его срочно доставляют в больницу там ставят диагноз что нужна операция это покрывает или нет безусловно операция ясно но реабилитацию нет физиотерапии это уже отдельная история contracting мать маленькая страховка на один день диагноз это например moderne если я зарегистрировал случай в тот день когда произошел случай и далее страховая facto направляет на госпитализацию например госпитализация может подлезать даже 2 3 дня поскольку случай произошел и в тот где они его правильно дор象 и покроет экспрализацию на период уже после А если я не зарегистрировал, понятно? Тогда ничего не походит. Но это уже организаторы в пульсе. Есть механизмы обговаривания. Они просто звонят и отрестрировали. Может быть ситуация, когда человек финишировал, зашел, прошел гонку, а потом болит и болит, отпустит. Через пару дней не отпускает и сняется травма связки. Надо постараться понять, что происходит. Если вы это делаете сразу после финиша, то да. Если это происходит на следующий день или больше, то тогда уже непонятно, это было во время гонки или на следующий день. У нас просто очень часто люди ждут, за ночь пройдет, отпустит. Поэтому здесь, наверное, надо озвучить, что лучше не ждать, а не шерковаться. Да, я обращаюсь к вопросу, если что-то. Вы можете спросить за статистику. Какое количество страховых случаях, целей, там, заполучивая история? Ну, у меня такой информации нет, что были какие-то случаи через страховую проходить по предыдущим годам. То есть вообще ни разу не было ничего? За эти годы, в общем-то, были ссадины растяжения. А еще серьезного не было. Это я рассказал из своего прошлого альпинистского опыта. И, к сожалению, сколько я нервов потерял, все остальное. Вот мы сжались и ждем. Потом расслабились, когда все кончилось. Ну, там такие тропы, что шансы есть всегда спартнуться. Ну, Ира прибегала не очень красиво, короче, несколько раз. Красивая, но уставшая. Нет, вся как в такой майке у тебя ноги были. Ну, как, побитые прибегали часто. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Нет, нет. Слава Богу. Стоимость какая в строковке? Ну, смотрите, у нас покрытие. На рейс, например. 100 рублей, но у нас вот пакет для участников. Включена она, получается. Для вас она не стоит? Она у вас газ очень не стоит. Мы включили этот пакет. А сумма покрытия? По поводу связи. А если у меня рация будет в отбытке, это частота, которая... Да, дадим вам частоту, если вы такой ужасный спортсмен, что потащите в эту станцию. Ну, она не поджалывает, на самом деле. 164,3. Ну, а как бы она будет где-то? Ну, там не везде берут рации, но на всех постах рации будет. В принципе. 164,3. Для связи между собой. Ну, мы там еще скажем. Скорее всего, наша рабочая частота 164. Бывшая частота заповедника Равказского. Хорошо, спасибо. Тогда переходим к следующему вопросу. Спасибо, Полин. Раз уж мы затронули эту тему, так и продолжим. О всех этих опасных местах и сложностях, и как правильнее и безопаснее их проходить, расскажет Артем Ростовцев, мастер спорта по скайрайдингу, победителя прошлого года на дистанции Маута. АПЛОДИСМЕНТЫ Я с маленькой шпакделкой. Всем добрый вечер. Ира правильно сказала, не соврала. Я один раз был на тогда еще «Лебрус Вордрейс» в прошлом году. Это была дистанция самая длинная прошлого года. К сожалению, не было дистанции вокруг «Лебруса». В этом году обещают вернуть. Может пригласят. Я не знал, о чем мне говорить. Текущего момента. Про опасности. Есть шпакалка маленькая? Первое, что надо знать, отправляясь на эту гонку, она, грубо говоря, высотогорная. Потому что у нас слегка есть, которые ездят на горные сборы. Для них уже высота Кисловодска в районе тысячи метров даже меньше. Это уже считается горный сбор. А здесь нижняя точка всей гонки, 1600 метров, верхний боксан, собственно, где старт и финиш основных дистанций, кроме дистанции вокруг «Лебруса». Поэтому, ну, как опасный момент, это вот высота. И моя рекомендация всем приехать и акклиматизироваться. Я не так много знаю очень сильных ребят, которые готовы приехать и несколько часов пробежать по высоте полторы-три с половиной тысячи метров и почувствовать себя хорошо на финише, спуститься вниз и радостно пить пиво. Вот, поэтому рекомендация всем первая, исходя из такой опасности этого трейла, высота, приехать акклиматизироваться. В плане акклиматизации, ну, мне дали всего лишь 10 минут, я все не расскажу. Вот, но рекомендация хотя бы неделю на это потратить. Вот, найти какой-то правильный план акклиматизации для подобного трейла, там, или восхождений, ну, можно спросить бывалых людей. Вот, можно попытаться самому, но первый вариант, он логичный и правильный. Ну, собственно, как бы из собственного опыта, скажу вам, для длинной гонки, где у тебя придется работать ногами, ну, собственно, со своими мышцами дольше 4-5 часов, вот, без акклиматизации не обойтись и... А, иди сюда поближе. Без акклиматизации не обойтись, в любом случае, и вы себя за эти 4-5 часов в гипоксию загоните, поэтому рисковать не стоит, приедете пораньше, проведите время погулять по горам, кто-то должен был рассказать, где гулять, вот там есть где гулять. Тогда намного лучше будете себя чувствовать. Вот, следующие опасные, опасности, которые встречаются участники, на таких трейлах, они просто не готовы. Они приезжают не готовыми, вот, но тут после меня еще будет пара докладчиков, которые должны про тренировки рассказать. Вот, вопросы все к ним. Ну, параллельно с тем, что они не готовы, участники иногда высокую планку себе ставят. Думают, мы тут на пульсе там 160, можем 8 часов поработать. К сожалению, в гараж это, опять же, тяжело. На пульсе 160 гипоксия вас накроет через час. Поэтому апплиматизируемся, готовимся. Про опасные места, про действительно опасные места. Данная гонка, ну, она очень логична по маршруту. И, к сожалению, по-другому практически нельзя провести ее в этом регионе. Не так много троп у нас доступных для бегов при брусе. Эти есть. И, ну, какие есть, там и бегают. Вот, к сожалению, не везде они, ну, кому-то не нравятся, что-то называют даже экинизмом. Вот. То есть, если идти по маршруту, здесь у нас раз, два, три, целых три дистанции. Три лет. Три, во что нажать надо? Что-то показано? Ну, интересно, да, по маршруту? Быстро отбираться. Вот, все, вот, 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 вот. Аршуда – это все набор. В течение, там, 7-8 километров набрать надо километра полтора. А 9, даже больше, чем 13? 13-2 километра, значит. Ну, классический вертикальный километр – это 5, не больше 5 километров на километр перепада. Ну, не так все просто. А можно, может, это хватит, да. Из неприятных мест вдоль ручья и кем-то стартует ночью еще и по скользким камням. Тут, к чему надо быть готовым? Ну, надо просто понимать, где ты бежишь, и хорошего купить. А следующий кусок дистанции – это сброс. Тоже времени километра сбросить надо. Ну, я слышал несколько впечатлений у участников. Кому-то очень нравилось, потому что они умеют это делать и убегают. Кому-то очень не нравилось, потому что они, в принципе, не умеют этого делать, и они сильно отстают. Рецепт единственный есть – просто практиковаться. Тут даже в рамках той самой климатизации за неделю до старта можно спокойно походить ногами, и мозг привыкает как-то усваивать неровную строку и правильно уже читать это. Ну, мы по длинной дистанции сразу пойдем. Все опасные места, опять же, пересечения ручьев – очень хорошая разметка, наверное, этой дистанции. Просто безумно хорошая, особенно ночью. Ну, она избыточная даже. Поэтому что-то выдумывать и пересекать ручьи не по разметке лучше не надо. Я уверен, что организаторы в правильном месте поставят флаги, в месте пересечения веревки натянут. Поэтому не суйтесь в воду там, где не просит вас. Следующее опасное место, безумно опасное место – это, в общем, вот эта верхняя точка этой дистанции трех. И когда ночной старт, сюда выбегают лидеры. И следующий за ними – примерно рассвет. И перед вами открывается восточная вершина Эльбрукса с солнцем освещенной. Начинаешь на нее смотреть – не смотришь на пробу. Ну, надо смотреть под ноги. Полюбовались, постояли и побежали. Вот такое опасное место есть там. Набор, ну, практически тропа отсутствует. Камни из-под ног летят. Лучше никого не завалить, кто под вами. Дальше сброс. Ну, есть такое слово, называют технические тропы, технический спуск. Ну, просто отсутствие тропы. Она какая-то присутствует, но камни все живые. Ну, практика, еще раз практика. И, в общем, никого там не убить лучше. Поехали дальше. Поехали дальше. Пожали. Прямо грунтовкой. Красивая грунтовка с заброшенной шахтой. Где-то здесь должен быть пункт питания нарисован. Очень опасно, когда он отсутствует, если ты пробегаешь. Так получилось у меня в прошлом году. Я на него надеялся, а его не было. Тут, скорее, опасное место в плане деморализующее такое, но очень неприятный подъем без тропы и никого не видишь. Рекомендую в компании подниматься. Ахтем, ты просто бежал первую, пойму, никого не видишь. Да. Вот, к сожалению, ну, собственно, могу рассказывать два раза, никто ничего не поймет, а и показывает, лучше сами попробовать. Поэтому, кто из дня тут регистрируйтесь на длинную дистанцию. В прошлом году была еще подлиннее дистанция. Было маленькое кольцо. Слава Богу, его нет. Вот там неинтересно и опасно. А рекомендация. Вот, если кто бежит что-то длиннее 30 км, там 50 и прочее, вы в этой точке два раза будете пробегать, можете сделать себе небольшую запроску. Например, пол-литра пива, и тогда все будет безопасно до самого финиша. Так, а теперь серьезно, что я еще тут хотел рассказать. Высота прошли, но в технически сложном участке в спуске только практиковать, подъемы только тренировать. Вот, есть ребята, кто вам расскажет про тренировки. Разметка, она действительно отличная. Уверен, что будет не хуже. Стараемся ей соответствовать. Пока неадекватную нагрузку тренируемся. А, опасные, опять же, вещи на таких длинных трейлах. В общем, если его в плоский эквивалент растянуть, он уже получится. Ну, даже 50-километровый здесь во время 100 км плоских. Времени много. Вот, про питание кто-то должен еще рассказать сегодня. И про питировку, не знаю, тоже кто-то должен рассказать. Но, от меня важный момент, что опасно не испытать все это до старта, а потом через 5 часов понять, что у вас рюкзак не подошел, что он развязался, косовок натирают. Ну, такие банальные вещи. Но, то есть, не устраивает без глотки ручения. А уже, в общем, ручение должно быть тяжело натёрли заранее, а на глотке всё отлично. То есть, некий тест-пробег в полной выплате совершить. Ну, если всплывают мелочи, есть 3 универсальных средства. По нашему опыту, Ира тоже их знает, много мультиглонов бегали, когда это не сутки, а уже там двое-трое суток. Ну, 3 универсальных средства. Это ликопластырь, вазелин, кетановый. Ну, в общем, решают 95% проблем. Всё. Всё, спасибо большое. Если вдруг, случайно, есть вопросы... Нет вопросов? Есть вопросы. Электролитки помогали на трассе? Или не пили? Честно сказать, у меня полтора литра пива стоял в завозах. А проходил два раза и помогали. Ещё есть? Есть вопрос. Про кетанол. Насколько я понимаю, используют как обезболивающее. Да. Слышала, что обезболивающие на длинных дистанциях не рекомендуется принимать из-за того, что есть сильное воздействие на почки печени. Не надо 10 таблеток есть. Там на желудок кетанол быстрее сыграет. На питания, на загрузках. Может быть, какие-то иные возможности обезболивания. В локальном дистанции. В локальном обезболивании в ручей. Ну, тут зависит, какая проблема. Если упали, надо что делать? Охлаждать сразу спалённое место. Побежали в ручей. Или водичка из себя. Бутылочка есть с собой. Она точно будет холодной. Ну, а дальше уже как-нибудь врачу, если там всё потяжело. То есть, спреи, которые могут там обезболивать? Нет. Есть заморозка, да. Но если хочется с собой таскать, то обычно тюбик врачевый. Шипа будет. Ну, я надеюсь на... Где судьи будут сидеть, у них полный комплект спасательных. Нет, не надеюсь. Не надеюсь. Но в любом случае есть, по дистанции лепнить недалеко, есть холодные ручьи. Нет. А обезболивающим, ну, тут я примарку маленькую. Тоже не стоит злоупотреблять. Это тетанол. Больше двух таблеток брать с собой не надо, чтобы не хотелось больше съесть. Дальше лишнее. То есть, это, может быть, вас спасёт каковременно. Вот. Но... Но спасёт. А есть более быстрый способ акклиматизации? Нет. Нет. Нет? Нет. Бил! Нет. 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 10 дней. Я не говорил 10 дней. Неделя. Неделя? Ну, неделя рекомендована. То есть можно, ну, как бы, 30 секунд. Классические, например, для высоты 3,5-4 километра, это 4 ночи. Для человека, у которого организм не привык бывать на боксе. Ну, это мой личный опыт, мой опыт. Я людей в горы вожу, очень много вожу. Я вижу, как они себя чувствуют там через несколько дней. И 4-5 дней для 4 тысяч. Тут бежать надо на 3,5- это не идти, а бежать. Поэтому те самые 4-5 дней. И тоже это не спешите. Тебе надо ещё успеть отдохнуть перед старым. А 4-5 дней на 4 тысяч? Ну, я сейчас грубо сказал, как бы, про сроки. То есть она должна быть правильной акклиматизацией. А где ходят такие акклиматизации? На 4-х или на 2,5? В бочках или на азарт? На 3,5. Ну, если мы бежим на 3,5, надо проснуться на 3,5, посмотреть твой утренний пульс, а у тебя пульс покоя равнивного. У тебя это будет на 4-й день и раньше. Ну, это идеальный схема. Ну, это ещё не схема, это идеальный случай. Скажи, пожалуйста, не правильный через реку. Там было около 100 километров? Я на 100 не был, я на 70. На 70 тоже было? Ну, была переправа, была верёвка. Есть у нас организаторы, если они видят, что ручей хоть как-то опасен для пересечения просто ногами, там обязательно будет верёвка. Переправа была в этом месте? Да. Да, вот в этом месте, да. Там стояли флаги партнёров, однозначно. Это было видно издалека. Это 23-й километр. На самом деле ночью никто там бегать не будет со старта, да, то есть есть шанс попасть в ручь, только если вы очень медленно двигаетесь, не успели за световой день. Вот, старт, он на рассвете, даже у самой длинной дистанции, поэтому это всё днём. Что касается конкретно этой переправы, там проблемы и сложности возникают у медленных участников, когда река уже набирает объёмы. Поэтому рано утром за лидерами пробегаем, всё отлично. На 109-ти речка на плате РСКР, какой километр, ну, за перевалом Баши, она днём может быть очень бурной. Там стоят волонтёры, если она бурная, они дают переправиться с системой. Варианта 2 или она требует помощи. Значит, она присутствует. Если не требует помощи, ну, надо смело переходить с системой. А днезавтра не хотят проблемы. Ну, то есть я не самая первая или последняя на 59 бежала, я там вот даже по камням перепрыгнула, вот ту переправу. Всё это реально проблема с самых последних участников. Если говорить о коротких дистанциях. Не, ну, если погода, если будут дожди, то речки распухнут, конечно сидят. Тогда уже будем принимать решение всё там делать. Всё? Всё. Спасибо, Алгитуль. А сейчас как раз про акклиматизацию, куда можно пойти, что посмотреть. Наталья. Да, неоднократный участник и вообще любитель Кавказа. Да, неоднократный участник. Егор, в принципе. Всё нормально? Говоры, права, права. Всем здравствуйте. А, пардон. Меня зовут Наталья Ирбек. Первый раз я бежала в Бонку в 2016 году. Ну, я заняла пятое место с конца. Мне так было тяжело. Я бежала, наверное, на самое последнее. И я легла вот в это прямо. А. Давай. Убахав. Уже там уже все люди финишировали, уже там пилы пили. И я увидела вот эту мощь Кавказа. Я увидела Орла. И я поняла, что я перееду жить в горы. Это был такой вот мощный инсайд. И на самом деле Эльбрус переводится как Пушку Маху, что означает гора счастья. И на самом деле для меня она стала действительно горой счастья. У меня есть такая огромная традиция каждого выступления. Я начинаю со слов моего учителя. Это замечательный альпинист Андрей Мариев. Я хочу, чтобы вы молча прочитали эти золотые слова и пропустили через душу все те эмоции, когда человек оказывается на вершине друса. Так, ну все, поехали. Давайте обо мне. Это я. Я очень сильно влюбилась в предбрусе. И из планов на будущее у меня сделать это восхождение на Иберест. И самое главное, летом я переезжаю жить туда. И поэтому я вам все-все-все сейчас расскажу. Смотрите, как добраться. Есть два способа. Это аэропорт Минеральные Воды и аэропорт Нальчик. Я вам настоятельно советую Минеральные Воды. Потому что я один раз была в Нальчике. Там летное поле и просто ходят коровы. И ваш багаж где-то там лежит разбросан. То есть это самый большой риск. И чем мне еще нравятся Минеральные Воды? Очень много удобных рейсов. Я летаю аэрофлотом. В 7.55 я села. В 10 я уже дома. Соответственно, можно и поездом. Ну, кто любит. Но, конечно, лучше же на самолете. Как доехать? Если вы заказываете такси из аэропорта, вам это обойдется 3500. В порядок 300-200. Для моих гостей. У меня очень много гостей. Обычно такая цена, если же у вас групповой трансфер от 1000 рублей. Можно. В плане экстрима это на общественном транспорте. Но маршрутка ходит один раз в день. Может быть, когда-нибудь по никакому расписанию. То есть вы нигде не найдете. И для тех, кто будет езжать в крольцо, обязательно пешком. Если бы стоило 80 километров, я думаю, что вы отсидите. Смотрите, по пути вы можете заехать на горячие источники Гедука. Эту фотографию мы делали на Новый год. У меня было 32 гостя. Это недалеко от Минеральных вод. Это как раз по пути в Терсколы. И очень классные горячие источники. То есть на улице холодно. Ну, где-то так 2-3 градуса. А здесь ванны. Еще здесь самое интересное. Здесь есть такая горка. И прямо можно вру-рум и в воду. 300 рублей на весь день. Море эмоций. Я вам настоятельно рекомендую. Смотрите, многие меня спрашивают, где жить. Старт – это село Верхний Баксал. Можно там снимать. Но я не рекомендую, потому что там нечего делать от слова совсем. Вот от слова совсем. Если у вас есть возможность, это Терскол. Вот он находится. Это самый крайний поселок около подножия Эльбруса. Соответственно, самое тусовочное место зимой – это поляна Чикет. И обычно летом все собираются альпинисты на поляне Азалу. Как вариант – можно взять палатку, гитару, висборо. На берегу Баксана есть очень удобные места, чтобы ставить палатку. И, соответственно, там есть кэмпы. Второй вариант – это квартиры. Однокомнатные, двух-трехкомнатные. Это в основном поселок Терскол. И все отели разбросаны от Азалу до поляны Чикет. Смотрите. То есть, ну, на самом деле, в палатке очень жить удобно. Баксан – красивая речка. Шумит. Я один раз жила. Просыпаетесь. И у вас просто такой вид космический, да? В принципе, чтобы помыться, есть баня. Можно взять все в аренду. И самое главное – рядом все магазины. Там можно купить тушенку. Не нужно ходить по 25 километров. Смотрите. По квартире. Если многие едут в компании, они снимают квартиру. Я вам рекомендую снять в новом доме. Это поселок Терскол. Там сейчас построили хорошую гостиницу Терскол. Раньше все жили в пятиэтажках. Но квартиры там, мягко говоря, ушатанные. И я не рекомендую. Вот. И смотрите. По отелям есть очень разные варианты. Эконом от 300 рублей в сутки. И средний – это где-то 1000-1200. И я когда делала презентацию, я хотела написать премиум. И потом вовремя остановилась. И я написала хорошие, да? Отели – это где-то около 4000. Обычно своих гостей я селю. Вот новый отель. Построили Сосновый гор. Чем он мне нравится? Он находится рядом с дорогой. И, в принципе, недалеко от речки Баксан. И буквально в двух шагах есть баня. И он очень-очень тихий. И вот вы выходите. Вот ночью мы когда жили. А в январе у меня были гости. Просто звезды шумят. И речка. Вот. Просто вот космос. Мы там все будем жить. Сейчас я вам скажу топ-10 мест, которых вам нужно обязательно посетить. Итак. Десятое место в горах Чикет. Все, наверное, знают. На третий-четвертый день можно всем выйти. И пешочком-пешочком можно дойти прямо до вершины. Там есть две станции канапной дороги. Это кафе Ай первая станция, вторая очередь и, соответственно, вершина. Самая такая вот яркая достопримечательность – это всем известный ледник Семерка, вершина Дангузару. И, соответственно, вы знаете, что там есть еще озеро? Кто знает? Есть озеро Дангузару-Кюр? Да, все правильно. Но для его посещения нужно сделать загранпропуск. Итак. Девятое место – станция Мир. Очень красивый вид на Ужбу, на Кокутань, на Накру. И уже, в принципе, будет хорошая погода. Здесь есть такой самовар, кафе-самовар. Кресло. Можно посидеть, позагорать, кайфануть. Восьмое место – Гранд Каньон. Кто видел? Кто знает где? Село Белым. Правильно. Видите, проезжаете. На самом деле он красивый и зимой, и летом. Он очень удивительный. И каждый раз он все время разный. И рекчат. Кто был? Ущелье Ирикчат – оно потрясающее, потому что это трекинг восточной вершине Эльбруса. Мне оно очень нравится. Это, кстати, мара для гостей в 2019 году. Вы идете, вы все время видите, как вершина восточная открывается. А когда вы оборачиваетесь, вы видите весь главный армагазский хребет. Ну, то есть, по эмоциям очень сильное ущелье. И, в принципе, оно достаточно легкое. Там маленький набор, где-то 300 метров, очень удобные тропки. И туда можно даже ходить с ночевкой. Это где-то 2-3 дня. Тоже можно сделать такой трекинг. Терскольское ущелье находится рядом с Терсковым. В принципе, все идут на Девичьи косы. А ниже есть еще дорожка левее. Вы туда выходите. Почему мне нравится ущелье? Это потрясающий вид на Семерку. Это где-то был август. И вот эта Семерка, когда вы идете, она все время тоже разная. Она все показывается вам. Открывается, открывается, открывается очень красиво. И где-то через 7-8 километров есть Терскольский водопарк. Там был? Там кто-нибудь? Отлично, молодцы! Может, у меня не тянете руку. Верхняя Балкария моя любовь. Я все время, у меня когда приезжают гости, я пишу, ребята, возьмите билеты пораньше. Мы обычно прилетаем в 10, в генеральные годы. Дорога ведет через Нальчик. И потом будет Голубое озеро, Чирекская теснина и Верхняя Балкария. То есть это старинная башня Абаров. На самом деле село с очень-очень большой и богатой историей, о которой я могу говорить бесконечно. И в конце там есть село Уштулу. И там уже начинается грузинская граница. И однажды нам повезло. В мае пограничники разрешили нам поехать. И мы ехали по этой дороге. Мы смотрели на Грузию. И такое ощущение, что мы были в мире просто одним. Окей, поехали дальше. Обязательно встречайте рассветный брус. Это одно из чудес лета. Потому что есть такая легенда. Когда солнце поднимается, то тень, отпрасываемая от ребруса, достигает Черного моря. Я не знаю, так оно на самом деле или нет. Но очень сильно хочется верить. Третье место озера Кишкид. Были, да? Не были? Ну, потому что это потрясающее место. Это озеро, оно прекрасно и зимой, и летом. Потому что зимой у меня были гости. Там лед. На самом деле лед. И когда вы кидаете камни, такой очень интересный характерный звук. Ух, ух, ух. Очень красивое озеро. И самое главное, оно находится недалеко. Второе место – перевал Актопраг. Слышали? Это самая опасная дорога Кабардино-Балкария. Это древний путь. Есть такая легенда, что там раньше были зарыты древние клады. Вот она дорожка. Мы в мае ездили на Форт Эксплорер. То есть это 4х4, такая конская машина. Но мы все равно как-то застряли. И там можно проехать только с местными и на джипе. И самое интересное, вы можете выехать к Чигемским водопадам, если повернете налево. Или город мертвых, или Чигю – тоже очень богатая история. Первое место. Кто знает какое? Вершиняне. Конечно, ребят, обязательно сделайте. У каждого, кто будет принимать участие в гонке, должна быть такая фотография. Блин, пожалуйста, сделайте это, сделайте. Потому что для меня медаль прошлого года, она была самая дорогая. Было очень тяжело этим после гонки, честно вам скажу. Но именно вот эта медаль, она меня грела и каких-то сил придавала. И это на самом деле очень важно, поэтому всем рекомендую. Вот. Как мы сравнили? Укладываюсь, молодец. Смотрите, давайте начинать тренировки прямо сейчас. У нас на Крыловских холмах есть очень интересные тренировки. Они называются «Вертикальный беспредел. Мы бегаем в горку». Кому интересно, я могу рассказать более подробно. И Ирина, она у нас была две недели назад и давала мастер-класс. Вот, в принципе, наша команда. И смотрите, самое главное, мы вместе с командой «Альпиндустрии» будем делать горный кэмп. Это с 24 июля по 7 августа. Мы начнем с битинги. Там будет очень интересный старт, в том числе и «Вертикальный километр». Дальше. При «Эльбрусе» сама гонка. И потом для желающих у нас будет восхождение на «Эльбрус». Да, мы можем сделать любые, но, в принципе, идеально, чтобы было две недели, чтобы вы по максимуму должны акклиматизироваться. Если честно, для полной акклиматизации нужен 21 день. 14 дней тоже мало. Ну вот, соответственно, я всегда на связи. Я улетаю 24 марта, потом я буду полмая и я переезжаю на все лето. Если кому-то надо помочь трансферам, жилье, проживание, экскурсии, пожалуйста, запишите мой телефон, пишите, звоните. Я всегда вам буду рада помочь, потому что это моя маленькая родина, это мой дом, а вы мои дорогие гости. Спасибо вам большое. Вот что дальше, это как раз как тренироваться. Очень многие, на самом деле, известные мне тренеры выезжают со своими командами. И тут у нас таких много среди спикеров. Вот. И один из таких серьезных тренеров, мастер спорта по легкой атлетике, Сергей Хоменко. Очень приятно видеть такую аудиторию, очень здорово, что это мероприятие интересно. Допустим, по моим эмоциям, вот этот старт у меня самый любимый, самый эмоциональный в жизни. Несмотря на то, что я трехкратный победитель кубка России, трехкратный чемпион России по горному бегу. В плане эмоций победа в 2016 году. Озеро Салтран, финиш, ленточка. До сих пор у меня он самый любимый. И самое главное для меня это эмоции моих учеников были. Я видел, насколько для них это было важно, круто. Сразу хочу присоединиться к ребятам, кто уступал раньше. Помимо того, что это очень крутой старт, он реально очень опасный. Погода в горах может меняться в течение часа. Жаркое солнце, снег, лед. К этому это первый мой посыл, что нужно отнестись очень серьезно. Обязательное снаряжение – это забота в первую очередь о нашем здоровье. Может быть, кому-то кажется, что организаторы очень много там, допустим, туда написали, положили. Все это надо делать обязательно. В общем, здесь горы и личная ответственность каждая. То есть самый опасный человек здесь – это мы сами, потому что амбиции часто бегут впереди нас. Я всегда говорю, что амбиции должны быть здоровыми. На каждой тренировке я говорю, что они должны быть здоровыми. Хочу немножко рассказать, как вообще все это начиналось. Я сам родом из города Тольятти. У нас там нет гор. Ну, есть же Булевские маленькие, далеко. То есть всегда, когда мы участвовали в чемпионатах России, меня всегда спрашивали, ребята, как вы тренируетесь, как вы готовитесь. Многие думают, что мы бегали по горам каждый день, на завтрак, обед и ужин. Не надо этого делать. Отпорный двигательный аппарат просто не выдержит. То есть всегда мы тренировались на горках не более двух раз в неделю, может быть, три раза. Даже когда мы выезжали в горы на каникулах с ребятами, то мы там включали походы какие-то разгрузочные, допустим, делали длительный тренировок какой-то, на следующий день мы там шли, гуляли. Мне просто еще было проще. Ну, вообще как бы, когда-то пошло такое вот любительское движение, после окончания университета я поступил в аспирантуру, остался работать в университете на кафедре, готовил специалистов, именно тренеров, преподавателей. Плюс зарплата небольшая, как бы хочется растись, там семь, дети. В общем, я еще работал в высшем учебном заведении, и также вечером работал в школьной дисковой резерве. То есть я понимал, что помимо спортсменов существуют еще другие люди. Ну, то есть не только спорт, потому что, когда ты только выезжаешь все время на сборы, все время участвуешь в соревнованиях, ты как бы варишься в таком кругу спортсменов, и кажется, что, ну, другой жизни не существует. А ко мне приходили студенты там, ну, кто-то там, у меня справка, я не могу заниматься, в школе это как бы прокатывало. У нас нет. У нас была академия управления, то есть у нас задача была, что люди должны как бы заниматься. И каждому человеку нужно было подобрать нагрузку, каждый человек должен был как бы получать свой кайф занятий. В Москве я оказался три года назад по приглашению компании Adidas, и очень приятно, что компания Adidas имеет отношение к организации в этом году, это очень здорово. Одной из задач у нас стояла как раз разработка программы для любителей, то есть чтобы люди смогли подготовиться к этому мероприятию без болезни, без травм, чтобы они поучаствовали в этом мероприятии, и уже вечером хотели заниматься дальше, ставить новые цели. И надеюсь, что страховые случаи никому из участников не пригодятся. В общем, программа у нас была рассчитана на два с половиной месяца. Мною лично были все тропинки на Крылатских холмах, на Филевской набережной, изученные, беганные. Я даже не знал, что там столько есть, оказывается, разных троп, помимо как бы классических берегоноложных подъемов. У нас там есть еще очень много тропинок, и они там с разными покрытиями, что вот очень важно, с разными уклонами, вверх, вниз, это очень здорово. Помимо программы, помимо работы в пульсовых зонах, выполнения специальных тренировок, тренировок восстановительных, длительных тренировок, которые очень важны при подготовке к этому забегу, нужно еще понимать, что развитие физических качеств, основные физические качества в беге на длинной дистанции это выносливость и специальная выносливость. В трейл-раннинге еще одно физическое качество выходит, на одной из главных ролей это ловкость, координация движения, потому что вид спорта очень сложно координирован. Вот сейчас Артем рассказывал, там 2000 набор, то есть мы там одни группы мышц загрузили, и резко идет спад, допустим, на километр, то есть совсем другие группы мышц. Я как раз мастер спорта выполнял на дистанции 30 километров, в Сочи, на Красной Поляне, там нужно было пробежать 4 километра, потом десятку вверх с набором 1200, мы там бежали за 50 минут, боролись, рубились, а вниз эту десятку мы бежали из 30 минут, то есть очень быстро. Казалось, что я когда бежал первый раз, я прям ждал, ну когда же эти 4 километра равнины, ну когда же, когда же, сейчас я прибегу, как дам, прибегаю на эти 4 километра, я вообще ничего не чувствую. То есть в гору я загрузил одни группы мышц, потом другие, и вот эти 4 километра, это была самая сложная часть, борьба с собой такая, чтобы просто выносить. Я помню, я один раз бежал, я понимаю, что я попадаю в сборную России, и мне вот хотелось, я не знаю, что у меня машина сбила, чтобы все закончилось там. То есть как бы, это то, как не надо делать, вот так вот не делать, до такого состояния себя не договорить. В общем, мышцы должны быть подготовлены. Тогда вот я все это прошел через себя, пропустил, как бы, да, все я понимал, знал, то есть и как тренер, и как спортсмен, у меня как-то вот получилось, что вот 18 лет назад как-то я сразу как-то вот и спортсменом, и тренером стал. Сначала помощник мужского тренера, потом уже самостоятельным тренером, потом так незаметно там кандидаты мастера спорта, появились мастера спорта, все как-то было вот незаметно. То есть просто вот любили, бегали, занимались, горы выезжали, постепенно росли, росли, росли. Поэтому я могу сказать, что, ну вот, у каждого человека потенциал просто нереальный. Не я, не вы сами даже вот не представляете, на что мы способны, но нужно постепенно расти. То есть постепенно, постепенно, постепенно. Принцип постепенности, он, если мы будем его нарушать, он нас, ну, как-то накажет. Может, конечно, кого-то пронесет там, и все будет хорошо. То есть, ну, вот это один из основных принципов постепенности, принцип систематичности. Немножко вот более тонко, для того, чтобы вот бегать быстро, с крутых спусков, забегать, заходить. Постоянно смена разных покрытий. Мы в своей работе очень много выполняем разных упражнений сложных и рентгенционных. Вот прям постоянно, 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 я постоянно добавляю. Вот научились ребята какое-то упражнение хорошо выполнять? Раз новенькое, чтобы, опять же, там, мозжечок, чтобы он у нас там постоянно развивался, постоянно шевелился. Вот, допустим, за год мы, ну, наверное, там сотни разных упражнений выполняем, для того, чтобы вот была координация, для того, чтобы мы чувствовали свое тело, умели им управлять. Потому что у нас вот каждое движение проходит при участии головного мозга. То есть он нам подает сигнал, мы как бы выполняем. Это нужно тренировать, это нужно развивать. Для этого, вот, допустим, я когда приезжал в Москву на соревнованиях, мне казалось, что как вообще тут можно бегать? Как вообще люди тут живут, готовятся еще в горы? То есть у нас в Тольятти лес, Волгаро, там, ну, как бы, вес огромный, там можно куда-нибудь убежать 30 километров, пробежать 40 километров. Я думаю, ну, как здесь можно? Оказывается, нужно просто иметь желание и желание искать возможности. Все это можно делать без проблем. Ну, желание, оно на первом месте стоит. В общем, ну, так вот оказалось, что, оказывается, в Москве есть такое место, как тут Крылатские холмы, тут Нигерно-лыжные подъемы, тут Нигерно-лыжные подъемы, тут Нигерно-лыжные подъемы. Нам, как бы, с вами очень повезло в этом плане. Вот я знаю, Ваня там в 100 метрах живет, ему больше всех повезло. У меня ребята приезжают, там, из Подольска, из Зимнограда, там, то есть, могут провести в дороге, там, 4-5 часов, чтобы 2 часа качественно, вот, прям, отработать. Чтобы отработать так, чтобы за 10 часов человек столько не сделает, в общем, самостоятельно. В общем, нужно, как это мой воспитатель говорит, нужно тренировать тело и все это делать с умом. На самом деле, вот я смотрю, у меня так, прям, пульс поднимается, так, я, как, во многих местах пыл, про которые вот Наташа говорила, в каких-то не было, там, появились тоже идеи туда сходить, там, потренироваться. В общем, у нас здесь очень классные, очень крутые, ну, возможно, да, просто все это использовать. Вот, допустим, есть, там, на набережной у Филевского вот такая тумба, можно много очень упражнений делать с ней. Там, ну, естественно, никогда гололед, никогда скользко, там, но есть периоды, когда, вот, можно с этим работать. Бордюр есть, можно, там, куча разных упражнений сделать, сложных координационных, там, на стопу, на, как бы, там, чувство ритма. Шикарно. Ступеньки, вот, ступеньки, я, вот, всю жизнь видел, как у нас, там, на стадионе, виталийте, тренер один, просто, там, вот, убивал своих москлипников, ну, то есть, ну, мы, там, делали специальные работы, ребята, там, по ступенькам бегали, 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 он заставлял, там, бегать только на передней части стопы, то есть, ну, у них были вот такие вот икры, но они бегали по 7 минут, вот, на стопе, как бы. И у меня всегда, как бы, к ступенькам такое было отношение, прям, ну, никак. А, оказывается, их можно очень грамотно использовать, но там тоже нужно поработать с ними, то есть, можно, можно, допустим, трянуться на ступеньках и ничего не развивать, получать травмы, там, как, ну, там, техника бега может ломаться, то есть, все нужно делать с умом. Так же, как город, они могут приносить море здоровья, море положительных эмоций, но так же могут и забирать здоровье, и, соответственно, будут приходить уже, как бы, отрицательные эмоции. Ну, наверное, я могу еще говорить часа полтора, там, то есть, мне, как бы, это, ну, дело моей жизни, ну, я это люблю по-настоящему, наверное, мы можем, вопрос, наверное, да, если вот у кого-то есть. В итоге, а как готовится-то в условиях города, простите? В итоге готовится с умом. Ну, понятно, вы сказали, есть Апилевские горки, Крылатские, да, хорошо, а Воробьевы чем вам не нравятся? Есть Воробьевы, мне Воробьевы горы нравятся. Покрытие, как чередовать, как часто. Да, 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 да. Вы, без того, что я сейчас сказал, как бы, уже ответили на многие вопросы просто. На Воробьевых горах нет столько покрытий, нет столько, как бы, разных троп. На Воробьевых горах мы тоже готовимся, они тоже очень классные, очень-очень крутые. Филевские, Крылатские, как бы, там, там гораздо больше многобродия разных трасс и троп. Допустим, вот, у нас был по программе, к примеру, 15 подъемов сделать. Вот, все 15 подъемов были по разным тропам. Везде были разные покрытия, разные рулоны, соответственно, разные спуски. Ну, спуски, это вообще отдельная тема. То есть, очень-очень много ребят обращается, как научиться бегать спуски. И еще больше ребят не хотят учиться бегать спуски. Но хотят бежать 109, 59, как бы, то есть, как бы, это они хотят. Спуски, ну, это реально очень сложный координационный такой элемент. И вот, порой ко мне ребята приходят на индивидуальную тренировку, либо в малой группе. Есть уже несколько тестовых упражнений, по которым я уже могу понять, что, например, вот такой вот скоростной спусок. Пока рано. Ну, можно развалиться. Такой тоже пока рано. И прежде чем, ну, опять же, учиться бегать спуски скоростные, быстро, сложные, техничные, нужно проделать, ну, как бы, огромную работу. Ну, и самое главное, без травм. Рассказать, как готовиться прям-прям-прям-прям за 15 минут. Прям как вот. Расскажи, как шапу в космос запустить. Только за 15 секунд. Нет, но общая рекомендация, например, заниматься в 3 раза в неделю или 5 раз в неделю, да, если мы говорим про город. Если человек первый раз решил, например, на те же 8 километров лежать. Я вот сейчас посмотрю презентацию, зарегистрируюсь, например, сколько раз готовится, как часто менять покрытие, имеет ли смысл более вертикально или грунт, или достаточно асфальт. На 80 километров? На 8. А, на 8? На 8. Опять больше поднялся просто. Я услышал вот это. Первый раз, первый, первый. Сейчас просто это очень модно. Не, 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 не моя тема. Я, если что, пешочком пройду. Хорошо, хорошо. Просто вы бы никого не удивили, но пульс меня поднимается каждый раз, когда я слышу цифры 100, 160, 80. В общем, в принципе, опять же, вы уже отвечаете из-за того, что вы услышали, чередование разных покрытий. Как часто? То есть все нужно. Вот у меня, допустим, есть возможность бегать 4 раза в неделю. Здорово. 3 делаю, допустим, 2 делаю работу. Есть ли смысл включать работу на стадионе скоростные, прогрессивные и так далее? Или имеет смысл больше добавить все-таки корок, но разное покрытие? На самом деле, вот специальная работа и дистанция 8 км, оно как бы так вот нужно, опять же, сначала посмотреть, если дать вам какие-то рекомендации, нужно вообще посмотреть на вас. Потому что с помощью специальных работ мы решаем определенные задачи, да? Ну, не буду там страшные слова говорить, там, митохондри, панолин, бка. Я знаю, что это такое. Но каждый человек, ну, каждый тренер хороший, он как бы об этом знает. Он знает, с помощью какой тренировки вы решаете эти вопросы. Допустим, если вы только начинающий, например, специальную работу дать на стадионе, какую-то прыжковую, скоростную, это может очень быстро привести к травме, причем к очень тяжелой. Можно, допустим, с вами просто походить по горочкам с палочками и развивать определенные качества. Просто вы будете находиться в определенной пульсовой зоне, не делать ударную нагрузку на ноги, а развивать вот эти показатели, которые, например, там, ну, например, мне нужно сделать, например, работу 10 по 400, либо там 10 по 1000, чтобы развивать вот эти качества, или хотя бы поддерживать то, что у меня уже есть. А с вами мы можем даже просто включать какие-то такие вещи, максимально нетравмоопасные. То есть здесь в работе тренера очень важно, как в медицине, не навредить. Вот когда мы, кстати, программу писали, вот важный момент упустил, при подготовке любителей к забегу, главным пунктом, прям, главной особенностью программы было 8 дней на Эльбрусе. То есть человек сразу берет его отпуск, планирует. Опять же, 8 дней, цифра неспроста взята, мы все живем в условиях мегаполиса, работа, отпуск, там, хочется же отпуск, там, 28 дней у многих там, семьей куда-то еще поехать. И поэтому, вот тут можно взять 5 дней, улететь в субботу и, ну, провести такой, как бы, сборчик. Но, опять же, там надо очень, очень аккуратно там проводить этот сбор. Я могу сказать по своему опыту, что люди растут вот просто с каждым днем, за счет того, что они уехали из Москвы, спят, отдыхают, получают хорошие эмоции. Смотрят, вот, чекетаны, грузы, налединили семерку, выходят в горы. То есть каждый день получают вот кучу положительных эмоций. Только, ну, важно же в процессе нагрузка, восстановление. Нагрузка, восстановление. То есть если восстановления будет не хватать, то можно пойти, как бы, ну, не туда, куда хочется. Так что... А два с половиной месяца это к какому забегу подготовка и сколько раз в неделю тренировок? Это мы готовились с обеду на их грузе. Четыре-пять тренировок в неделю. Ну, желательно пять. Две из них были специальные на горочках. Была тренировочка техничная для развития. Равнинный бег и горный, они связаны. Они очень сильно связаны. То есть, как бы, не стоит думать, что надо бегать вот только в горы, как я уже говорил. Так, дистанция восемь, да, была? Тогда была дистанция одиннадцать. Ну, это вообще-то была моя любимая дистанция. Просто очень сложно провести. Ну, вот, как бы, очень, она затратная. То есть, это финиш на озере с утра. То есть, это такие были эмоции у ребят. Кто делал вот тоже первые шаги, как вывод. Тоже была презентация. Люди посмотрели, влюбили, захотели. Зарегистрировались. Потом такие, так, что делать? Куда идти там? Куда звонить? То есть, ну, вот мы брали и готовились. Спасибо. Да-да. Вопрос. У меня дистанция тридцать с палками, а выше тренировок или с палками? Я советую всем бежать с палками. Опять же, советую тренироваться с палками. Включать в работу. Вот хотя бы нескольких тренировок включить с палочками. И это с палками дает? Ну, знаете, допустим, Диман Митяев вот меня увидел на старте. Вот как раз вот в этот год, шестнадцатый, с палками. Говорит, что Серега, ты же как бы бегал уже всегда. Потому что, ну, боролись, рубились там. И, ну, кстати, удавалось Диму обыгрывать. Это, обыгрывать удавалось на Кубках России очень часто. Это было очень, ну, такое, для меня большое достижение. А я в первый год просто работал больше как тренер, тренировался очень мало. Но вот я бы без палок просто не дошел. Допустим, вот Антон Сузарев, к примеру, член сборной России по лошадным гонкам, он очень сильно наступал. Он обычно палки, ну, озеро меня просил как раз, вот, забери, пожалуйста. И дальше уже бежал без палок. В общем, палки там очень помогут. То есть там, по сути, реально практически два вертикальных километра получается. И даже, вот я не бежал 34 километра, но там ребята говорят, что очень сложный спуск есть на 34. Ну, я думаю, что там с палками можно спускаться, умеючи делать, как бы маневрировать. Но, видите как, если не уметь с палками заниматься, то они могут начать мешать. То есть есть определенные правила, вот так вот не надо в гору идти, там, бежать. Опять же, я как преподаватель, там, по физической культуре, да, первое, что на уроке по лыжной подготовке тренер показывает, ну, или тренер, или учитель показывает, как нельзя делать, вот палка, она вот выдерживает вот так вот очень много, но если на нее падать, или пытаться ей тормозить, есть мертельные случаи. Живот, горло. Есть именно такие, первые, первые, там, пятерка и десятка, конечно, как с палками? Ну, там несколько километров можно пробежать. Допустим, я, ну, может там, шесть километров могу первые пробежать. А кому-то я рекомендую буквально вот прям, ну, если это первые ваши старты, то через какое-то время, ну, не знаю, через два-три километра взять палочки и уже пойти. Вы можете, вы можете немножко пробежать, там, на пятьсот метров больше, выиграть у себя, там, пятнадцать секунд, и потом просто где-нибудь так вот прям присесть, загрустить. Лучше выбрать трейсерский исход и двигаться, двигаться, двигаться. Я всегда говорю, что лучше двигаться со скоростью, допустим, пять км в час на все время, чем где-то дать, там, например, десять км в час, а потом где-то скорость будет ноль. Ну, по поводу палок можно, я там прокомментирую. Лидеры на многих дистанциях, да, действительно пробегают без палок, но это прямо, ну, единичные случаи. И что касается, там, допустим, той дистанции, которой бежал Сергей, да, там постоянно подъем, там палки, как бы, всем в плюс. Существует мнение, что палки мешают на спуске. Палки вам будут, скорее всего, мешать на камнях. Ну, вот, фотки были, там прям особи, да, если нет практики, скорее будут мешать. Но на тропах и на дорогах они вам сильно помогут. Опять-таки, палки – это дополнительные точки опоры. Если у вас, как бы, с горным рельефом не очень, то, скорее всего, страшные спуски. Вы будете идти медленно пешком, и тогда вы просто им как подстраховываетесь. Артем, а ты с палками бежал? Ну, вот, допустим, пятьдесят, получается, с палками, я думаю, там все с палками были. 109 рейс тоже, все лидеры с палками, а на коротких, там, Митяев, Лена, Лебедева, Беспавла. Но это прямо вот единичный случай. Они разве не складываются, не убираются? Складываются, и реально последние пятнадцать километров они вообще точно не нужны убирать. Рюкзак и забыли. Но на подъемах почти все, как бы, рады их наличию. Есть участки, где палки вот прям вот очень помогут, не мешают. Расскажите про подготовку именно спусков. Как правильно готовиться для освобождения спусков для того, чтобы не проделаться? Ну, смотрите, опять же, для того, чтобы перед спуском, то есть надо проделаться, ну, огромную работу в плане координационную и силовую тоже. То есть много, даже, наверное, не ОФП, бы я назвал даже СФП, то есть специальной подготовки. Вот мы, допустим, ну, к этой программе, которую мы разработали вот три года назад, я еще, ну, так, добавил программу, которая начинается уже вообще с ноября. То есть и чем, в общем, знаете, как строительство, ну, вот дома. Ну, вот еще я часто рассказываю, что подготовка к марафону, ну, также и к трейлу, ну, идет же два месяца, а предыдущие четыре идет подготовка к этой подготовке. Вот, допустим, если сейчас мы с вами, например, вот вы придете завтра на тренировку, и мы с вами начнем какие-то вещи делать просто, ну, начнем тренироваться, начнем готовиться, просто какие-то упражнения я вам, ну, пока не буду давать. То есть вот здесь везде надо постепенно. Вот человек начал вот здесь готовиться, вот он так может идти, так может идти. Просто спуски можно бегать по-разному. Просто я, даже когда я провожу там сбор, порой, я прям говорю так, работаем этот спуск, выбираем каждый для себя наиболее удобный, которым вы обладели. Мы, например, проходили три вида, и там, ну, кто-то так бежит, кто-то с такой техникой, и, соответственно, с такой скоростью, кто-то с такой. То есть, в общем, ну, это на самом деле интересно. На самом деле есть там научные данные, что в спринте можно улучшить результат на 20%, в беге на длинные дистанции на 200%. Ну, это вот природных данных, да? А в трейл-райминге, мне кажется, там вообще сложно изучить. Потому что, так как это видно выносливо, здесь еще за счет техники, координации, силовой можно там, ну, я не знаю, сколько там добавить. И это очень круто, потому что, допустим, когда мы выступали на чемпионатах в Кубках России, часто давалось обыгрывать ребят, у которых там МБК был намного выше, чем у меня. Личные рекорды на марафоне там 2.17, 2.15, там 10, кто-то там 28-29 минут бежал. Мне даже не снилось. А удавалось там выигрывать как раз за какой-то за счет специальной подготовки, более такой точной, за счет там выхода на пик-формы, за счет, ну, вот, как бы, вот таких и таких уже вещей. Ну, за счет техники, естественно. Тоже пробегание или спуска. А еще были руки, да? А вот, с поводу подготовки в городе вы упоминали, да. Но все-таки по-хорошему уже нужно хотя бы раз в месяц, раз в два месяца в горах дремя, чтобы как-то в какой-то момент подготовиться. Потому что нет гор, нет подготовки. Когда-то мне казалось, что вообще без этого никак, ну, вообще невозможно. То есть, как можно соревноваться с ребятами там. То есть, в Москве можно сделать очень многое, но, конечно, чтобы прям по-серьезному, если вы, допустим, собираетесь с Артемом Ростовцевым побороться, или с Олей Тарантино побороться, то есть, ребят, которые изначально это выше, это, конечно, очень тяжело. В горы, допустим, я лично стараюсь вообще раз в два месяца выезжать, а у меня травмирован медиск, и когда я много бегаю порогнение, у меня начинает он немножко там, ну, беспокоить. То есть, футбольная старая травма уже 9 лет. И вот про то, что я даю нагрузку очень мощную, вот на эти мышцы забегая, как-то зашагивая. То есть, у меня проходят эти пылевые ощущения. То есть, ну, это лично мои вещи такие. Я стараюсь выезжать в горы вот при первой же возможности. Тоже я стараюсь раз в два месяца выезжать хотя бы. Вот 8 дней в горах они уже дают очень много там, есть уже физиологические такие перестройки проходят, потому что гимаглобинчик начинает повышаться. То есть, мы стараемся, это ресурс гор, это для каждого, ну, это очень большой, как бы, такой вот ресурс. Просто находясь в горах, ну, вы тренируетесь даже, когда вы сидите, кушаете, гуляете, отдыхаете. То есть, поэтому вот эти 8 дней, про которые я говорил, мы прямо это обязательным условием делали. Опять же, в первую очередь, это забота о здоровье, безопасность, если они участвуют. Хорошо, мы тогда... А можно вопрос еще? Вопрос про кислородные маски. Имеет ли смысл использовать их при подготовке к забегу? Задавали мне такой вопрос. Ну, вот, у меня, как бы, нет опыта и нет желания, честно говоря, с кислородной маской, как бы, вот, ну, вот, использовать. Хотя... Хотя, вот... Есть у нас в Велотреке Лаприхав. Там сейчас есть такая процедура, Реокси называется. То есть, там, ну, очень крутой такой аппарат, который, там, там, за 5-10 минут делает тест о вашем состоянии, о вашей переносимости. И потом процедура длится 40 минут, она именно подает, там, нужный раствор, чтобы, вот, ну, типа, эффект гор. Вот это вот имеет место быть. Там есть четкие требования. 10 раз за 20 дней. Я еще полностью не изучил. Я два раза только у меня получил сходить, и потом, ну, сбился, я уехал. То есть, ну, вот, у меня за два дня уже... Ой, за два раза у меня уже были очень не такие мощные адаптации. И я вот видел, по-моему, Алексей Кипухов, у нас шелыжный чемпион мира, проходил тоже процедуру. Вот свяжу за ребятами. И там, у него, там, ну, там, очень крутые показатели. Он, там, адаптировался, как будто он, там, куда-нибудь на Эверест, там, поднимался. Ну, что-то в таком духе. Ну, или, там, на высоте, по-моему, 6500. С масками, ну, не сталкивался, вот, не хотел бы. Применяет, как, вот, наверное, бег с утяжелителями, вот, что-то такое. То есть, может, может ломаться техника. Ну, это же, знаете, наша русская, что надо, там, что-нибудь надеть. Сейчас мы там. И могут сместиться все центры тяжести, там, например, при этом. Вот, допустим, бежать с маской, и выпадать в какую-то специальную работу. Тоже, на мой взгляд, что может просто так компонуть, там, эпоксия раньше времени. Например, привыкли мы бегать, там, например, по 4.0 на километр, выполняя какую-то скорость, да? А здесь мы можем бежать с другой скоростью. Пульс может раньше подняться. еще что-то там, ну, как бы, небезопасно. То есть, есть, как бы, средства, которые проверены, которые работают. Велосипед не стоит испытать, его уже изобретение. А про велосипед, кстати, слышал, что велосипед тоже, конечно, помогает в тренировке Тоже слышал. Это читал, ну, это сильного треймера. Действительно, включается вот эта мышца. На скайранинге на розе, ран я проверил, я видел, что парень очень сильный. Был где-то шестнадцатым, когда пошел какой-то углом, он, ну, и с балочками хорошо работал, там, до третьего места как-то дошел. И вижу, что Дима, Катя, Митяева тоже активно используют. Я не использую, потому что у меня просто нет столько времени. То есть, здесь важно еще расставлять приоритеты. Вот, очень высокий должен быть ГПД тренировочного процесса, вот, живя в Москве. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Так, давайте теперь со мной поговорим немножко о снаряжении. Есть, ну, какие-то совершенно очевидные вещи, мы над ней будем останавливаться, просто быстро пробежимся по списку. По рюкзаку и по гидрации там Ольга чуть подробнее расскажет. Я рекомендую использовать все-таки рюкзак с мягкими пляжками, потому что это удобнее, там достаточно много ручьев, в которых вы будете эти пляжки пополнять. Чем каждый раз снимать рюкзак, доставать питьевую систему, это вы сильно много времени сэкономите. И второй момент, очень важный, всем надо обратить внимание, на пунктах питания не будет, не будет пластиковых одноразовых стаканчиков. Это как бы, ну, в Европе это уже норма, да, у нас к этому все постепенно переходят, это большая экологическая нагрузка и совершенно как бы ненужная. Поэтому в обязательном снаряжении, там чуть меньше мы увидим, у каждого должен быть свой стакан или пляжка, это тоже плюс. То есть, в принципе, такая мягкая пляжка заменяет пляжка, вы можете с ней подойти, вытащить ее из рюкзака, подставить, налить все, что как бы там предоставляется. Все, стаканчик снимут, со своим как бы подходите. Либо пляжка, либо стакан. Тут на ваше усмотрение. Поэтому рюкзаки с мягкими пляжками, как бы, вам еще один элемент экономят. Достаточно почему-то вызывает у многих людей вопрос куртки с проклеенными швами. Мы специально не пишем, там, мембранная, водозащитная. Тут могут быть какие-то вопросы. Люди очень часто пытаются доказать, что именно его куртка водозащитная, хотя это обычная ветровка. Поэтому вот этот вот пункт про проклеенные швы, он как бы специально для этого и сделан. То есть, вот, все как бы сразу очевидно. То есть, если изделие, сам материал изделия не является достаточно водозащитным, производитель не будет заморачиваться, проклеивать швы. Если швы проклеены, то и сам материал является водозащитным. Поэтому это такой, как бы, для нас маркер. Проклеены, герметизированы. Ну, не суть важна, идея понятна. Слова можно не придираться. Смысл именно такой. Мы не пишем так показатели мембран, потому что разные производители. Кто-то пишет, кто-то не пишет. Просто остановились вот на такой характеристике. На самую простую дистанцию проклеены швы не требуется. Так же, как и по брюкам. Я думаю, что тут как бы всем понятно. Соответственно, вы можете взять вместо ветрозащитных водозащитную куртку, вместо брюк тоже, соответственно, водозащитные брюки. Как бы в плюс идти можно, а в минус нет. Убрали специально, по сравнению с прошлым годом, показатели веса. Для этих изделий, в общем-то, это не принципиально. Там технологии шагают вперед, изделия становятся более легкими. Как бы это не полиэтилен. Полиэтилен тут как бы не работает. То есть, именно текстиль с проклеенными швами. Ну, давайте дальше. Шапка как бы все понятно. Турчатки, в принципе, тоже понятно. По фонарям. Тоже мы оставили такую формулировку как водозащищенный. Там не стали углубляться в показатели этой водозащищенности. То есть, в принципе, нормальный фонарь нормального бренда, он имеет водозащитные показатели. В принципе, даже любой, как бы классический стандартный фонарь-петель, я там в основном пользуюсь снау, потому что для длинных гонок, чтобы мочить на спусках, мне яркий свет нужен. То есть, любой, в принципе, фонарь-петель, он имеет показатели. Называют они влагозащита от брызг, там до... Это правильно? IPX4. Вот мне подсказывают. Вот. Любого бренда известного фонарь, он этим древним удовлетворяет. Если это какая-то китайская подделка или вообще какой-то самопал, то нет. Такие фонари мы допускать не будем. Нормальный, как бы изготовленный на заводе, понятного и известного бренда фонарь. Вот. Фонари можно будет взять в аренду бесплатную. Называется это тест-прокат. Для участников дистанции рейс и для участников дистанции ультра. Остальные мы не даем, потому что высока вероятность, что этот фонарь, как бы, на резервный случай, вы вряд ли воспользуетесь. То есть, вы стартуете, когда еще, в общем, когда светло. И времени достаточно много, чтобы закончить дистанцию за светло. Но так как у нас контрольное время идет до полуночи, соответственно, несколько часов контрольного времени будет в темноте. Все будут участники, которые в средовой день не уложатся. Определять по каждому участнику, там, по его глазам или одежде, уложатся он или нет, мы, естественно, не будем. Фонари будут у каждого. Ну и плюс мало ли что случилось, да. Вы остались, у вас там, ну, попали уже в темное время, чтобы даже просто тупо спасатели вас нашли. Вы включаете там красный мигающий режим, он более заметный и энергозаберегающий, и вас, соответственно, проще найти. То есть, фонари – это, ну, тот самый вариант, который на всякий случай. Поэтому не удивляйтесь там, не просите, как же так же, зачем же нам фонари. В общем, фонари – это, как сказать, ваша безопасность. Ну, спас одеяла все, в принципе, знают. Что касается аптечки. Смотрите, она минимальна, вот просто, аскетична абсолютно. Почему? Мы не имеем права пользоваться таблетками, ну, точнее, заставлять вас пользоваться таблетками. Более того, ни один судья, ни один волонтер не имеет права дать вам таблетку. Никакую. Вот. Это может делать только врач. Соответственно, рассчитывать на то, что вам дадут обезболивающее на каких-то точках, где есть организаторы, не стоит. А для себя я вам, конечно, рекомендую иметь какой-то запас. Я не возьму на себя ответственность определять ту норму кетанового, которая есть для вас безопасна, а которая уже не безопасна. Это вы решаете сами. Достаточно часто проблема, которая возникает при беге – это теория. Поэтому эти таблетки я вам тоже рекомендую иметь с собой. А дальше уже по вашим личным характеристикам, что у вас может чисто в теории случиться. Случится, в принципе, что-то может. Поэтому аптечку вы комплектуете самостоятельно, по своему усмотрению. Вот это просто минимум. Аптечка должна быть существенно больше, чем мы написали. Но это уже… мы не имеем права требовать вас. Это уже как бы ваша задача и ваша ответственность – собрать вашу аптечку персональную. По солнцезащитному крему, в принципе, все понятно. Объем вообще любой, хоть самый минимальный. Не пак, что будет солнце, но если солнце будет, загореть можно очень быстро. По GPS-трекеру, я думаю, мы лучше отдельно пропишем какие-то пояснения, инструкции для участников рейса. Ставим, в принципе, их необязательно. Что касается разметки, для тех, кто уже бегал и уже имеет представление, какая разметка на коротких дистанциях, скажу, что она действительно чрезмерная. И руководители цинального парка, где это проходит соревнование, попросили нас как-то с этим делом быть поаккуратнее. Поэтому настолько чрезмерную разметку, как было в прошлом году, мы вам не обещаем. И, скорее всего, ее будет немного меньше. Единственное, где мы указали вес, это флисовая куртка. Потому что не хочется ни с кем спорить на тему, что нам принесли просто футболку с длинным рукавом и будут, скорее всего, доказывать, что это флис. Вот тут как раз вес нам немножко поможет убедиться, что это действительно флис. Это вещь, которая вас будет греть, а не защищать от солнца. Беговая футболка, майка, как бы вообще любая. То есть здесь вы можете бежать и в майке без рукавов, и в футболке, это на ваше усмотрение. Здесь как раз сюрприз для тех, кто заказывал футболку. Я вам сейчас покажу образцы. Здесь пока нет символики горки, она появится, но просто, чтобы вы понимали. Вот такая для девочек беленькая, симпатичненькая. Очень хорошая, спортивная, с вентиляцией, просто блеск, я считаю. А не то, что вы потом выкинете. Вот. И мужская, черная. Вот. Так что, если кто еще не заказал, пишите нам. Что-нибудь придумаем, чтобы вас заказ включить. Будет дополнительно заказано на продажу, но совсем небольшое количество. Поэтому, если вы не заказали заранее, гарантировать, что вы сможете купить на старте, мы не можем. Лучше заранее резервируйте. Следующие пункты, беговая синтетическая футболка с длинным рукавом, либо футболка плюс рукава. Это вот для тех, очень многие задают этот вопрос. Вот показываю. Вот футболка, вот рукав. То есть, если вы можете так одеть рукав и футболку, чтобы у вас поверхность была полностью закрыта, это подходит. Если у вас майка или более футболка с каким-то супер коротким рукавом, и это полностью не закроет руку, то это не подходит. Вот такой критерий. Достаточно простой. Тоже самое со штанами, лосиной или тайцем плюс три четверти. Если у вас шорты выше колена, это не подходит. Шорты должны быть точно ниже колена. Ну, это тайцем три четверти. И гетры, и одев это на себя, у вас не останется участка кожи. Тогда это подходит. Ну, в целом, дальше все просто. По поводу денег. Если есть какие-то там мысли, сомнения, по дистанции рейс, если вы там устали, передумали, бежать и вам надоело, уехать оттуда достаточно сложно. То есть прямой дороги никакой нет. И северного лагеря, и с западного. И уехать можно только оттуда. С других частей дистанции уехать невозможно. Вот. И это такой достаточно долгий путь, потому что вы будете ехать практически там тоннальчика и оттуда до Терскому. Поэтому денег там много. Ну, вот что касается остальных дистанций, были случаи на нашей практике, когда люди приходили на пункт питания и говорили, что последние 15 километров они не пойдут. Что они устали и больше не хотят. И вызовите нам такси. Вот такси туда стоит достаточно дорого. Поэтому на это такси тоже деньги берите. По воде, в принципе, все понятно, да. Действительно, первый же ручей будет через 6 километров после старта. В целом ручьев много. Но в самом низу, как бы, пить не рекомендуется. Там уже корова ходит. И на самом верху, около перевалов, воды тоже нет. Ну, про фляжку, кружку или бутылку я уже сказала. По трекинговым палкам. Мы уже тоже затронули. Трекинговые палки лучше все-таки брать. Но, как и со всем, абсолютно всем снаряжением. Будь то рюкзак, будь то одежда, будь то трекинговые палки и тем более кроссовки. Все это обязательно нужно протестировать в условиях какой-то длительной тренировки. Чтобы, во-первых, вы поняли, что вам это подходит, не потирает, не шмет, не дает, не весит. И второй момент. Вот реально, если вещь какая-то вас раздражает, вам неудобно залезть в карман. Через тренировки за час это вас еще не очень сильно напрягает. На дистанции, на десятом часу это будет бесит просто крайне. А моральная сила вам понадобится для другого. И второй момент. Это вы просто будете знать, где что лежит, откуда что достать. С палками та же самая история. Надо потренироваться их собрать, разобрать. Понять, какая ваша длина. Как вы будете во время гонки собирать. Как вы будете убирать крепительный рюкзак. Для многих совершенно не очевидно, как палки крепятся на рюкзак. Это тоже обязательно нужно протестировать. Потому что на всех дистанциях, последние 15 км, точно палки не нужны. Это просто дорога близко. Там их точно могу убирать. И лучше, чтобы вам было сразу понятно и легко это сделать. Очень важный момент это обувь. И обязательно это должна быть обувь для трейлайдинга. Потому что рельеф достаточно сложный. Рельеф во-первых скользкий, протектор это не последняя вещь. Обувь и должна скользить не на траве. Тем более, если это будет мокрая трава, не на мокрах камнях. Основного глины там нет, но камни мокрые, травянистые склоны мокрые. Даже на 8 км там такая очень условная тропа на подъеме идет по травянистому склону. И кроссовки наладятся в подошве, вам просто будут очень сильно портить все дело. Ну и едно небезопасно. Так как там трава такая слаболотопная. Там действительно нужен хороший протектор. Ну и основное отличие трейлайдинга в обуви это защита. Защита и поддержка, и защита на многих кроссовках спереди есть хорошая защита. Потому что спотыкаться о камне вы там будете практически гарантированно. Чтобы вы не отбили пальцы и ноги. Это очень важно. И еще то, что значительно отличает трейла в обуви. Это подошва, которая не пробивается камнями. Это не какой-то подмосковный грязевой трейл или болотистый. Здесь камни, которые острыми кровями торчат, вы на них будете наступать. Подошва должна не пробиваться этими камнями. Ну вот это такие основные как бы моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе трейла в обуви. Ну и по размеру. Трейл в обуви обычно берут чуть-чуть больше запасом. Потому что ноги во время длительной дистанции бывают, что немножко опухают. И на спусках нога не должна опираться. Пальцы не должны втыкаться, поусловно. Вроде как бы приписаны истины, но те, кто первый раз, могут этого не знать. Ну все, тогда мы переходим дальше. Дальше у нас Ольга Таратинова, мастер спорта международного класса. Ольга в том году бежала в дистанцию трейл, выиграла ее. И в этом году решилась на дистанцию рейс. Ну как-то там в списках уже есть на сайте. Вот Ольга расскажет про питание и гидрацию. Я хорошо? Слышно? Да, всем слышно? Ну, наверное, я в первую очередь скажу, что вы, готовясь к питанию, в частности по дистанции, вы должны готовиться точно так же, как вы готовитесь к забегу. Ровным счетом, не меньше, чем вы бегаете, точно так же готовится к тому, как вы будете питаться. Вот, да, здесь образцы небольшие, которые вы можете после также посмотреть по составу и в целом. Также можно будет посмотреть, что в частности можно использовать и что используют в основном. В первую очередь, что я могу сказать, я некие заметки здесь выписала, так скажем, чтобы можно было понимать, что и как. Ну, здесь я в первую очередь скажу, что над чем мы должны следить во время бега именно горбова. Это в первую очередь наша вода. Для того, чтобы мы успевали нормально питаться не только гелями, но и водой. И очень важный момент, ребята, кстати, что многие из вас думают, что только на гелях можно бежать. Это не так, потому что бывает, что не у всех усваивается именно гель. В частности, те, кто бегут больше, чем 34 километра на данной дистанции именно Эльбрус. Почему? Потому что там усилий у нас тратится больше и зачастую желудок нас... Нагрузки происходят несколько иные, поэтому, соответственно, может просто происходить так. Мне часто ребята жаловались, те, кто даже бежали просто трейловые забеги, чуть длиннее, чем 50-километровые, того, что изотоник просто не заходит. То есть ты его выпиваешь, а он, иначе говоря, просто выходит обратно и все. И желудок не справляется с той нагрузкой. Поэтому, если вы бежите какую-то длинную дистанцию, изначально лучше использовать питание то, которое вы едите в обычной жизни. То есть это могут быть рис... Вот у нас, кстати, ребята, некоторые делают рис вместе с... Как же я записала даже... Скручивают... Не-не-не-не... Вот, кстати, если про гель говорить, то очень часто дополняют это фруктовым пюре детским. Да. Детским именно. Во-первых, он лучше усваивается, да, и не требует слишком каких-то дополнительных... Ну, не требует дополнительной обрузки на наш желудок. Поэтому, как вариант проэкспериментировать именно на длительных тренировках, это желательно. Даже не то, что желательно, это необходимо. Вот, то есть любое питание вам необходимо тестить на длительных пробежках. И желательно это делать именно на пробежках больше, чем два часа. То есть, потому что на дистанции... Ну, разве что восьмикилометровая дисциплина, да, потратится у вас, возможно, меньше, чем час. А на всех остальных дистанциях это более, чем два часа. Как бы... А нагрузка, по факту, вот смотрите, если вы бежите 3-4 километра, то по загруженности это как примерно, ну, 50-ти километровая дистанция по шоссе. Ну, это такое как бы не объективное сравнение, потому что все-таки горный бег это совершенно другая нагрузка, чем шоссейный бег. Говорю это чисто откровенно и со знанием дела, потому что бегаю и по шоссе, и трейловые забеги. И могу сказать, что трейловые забеги требуют больше именно функциональной загрузки. Нагрузки, функционально больше нагрузки происходят. И относительно питания, если мы используем все-таки гели, да, по ходу бега, соответственно, если вы в гладком беге, ну, как, опять же, такой, да, приближенная рекомендация, что рекомендуют использовать гель каждые 5 километров при беге по шоссе, после часу бега и потом каждые 5 километров. То здесь я скажу, что первый гель необходимо принять после 50-50 минут, независимо от той дистанции, которую вы прошли. И потом каждые 15-20 минут, в зависимости от того, насколько вам тяжело. Потому что, естественно, в горах это, ну, допустим, на любой дистанции, даже на 34-х, первые 10 километров, ребята, это только вверх. Есть небольшие пологие элементы, но они в основном только вверх происходят, поэтому нагрузка там достаточно интенсивная. Плюс вы поднимаетесь наверх, и если говорить о том, что многие ловили так называемую горняшку, да, то есть находясь в горах там наверху, это только лишь от того, что они немножко не рассчитали свои силы. Вот и все. То есть, если вы чувствуете, что вам тяжело, ребят, не пожалейте свои силы, лучше пойти бешком, спокойно подняться, и потом просто, когда будет возможность пробежать, вы это пробежите, и будет все отлично. Чем вы будете упарываться в эту горку, а потом скажете, я не смог. Я не смог только потому, что не рассчитал свои силы. А не рассчитать свои силы, это ровно и в четко, как ошибиться во всем. Тем более, мы говорим именно о горном беге, о больших дистанциях. Это не, не знаю, не 10 километров, которые можно пробежать, и вроде как думаешь, все, я герой, я молодец. Но здесь это 2 часа, как минимум, вашей активной работы, функциональной работы, помимо общей выносливости. Так же, как скажу о том, что многие говорят про то, что необходимо использовать дополнительно, возможно, солевые таблетки, да, то, что они помогают избавиться от судорога. Ну, я единственное, что скажу однозначно, то, что любые судороги, это не только недостаток каких-то витаминов, но зачастую это просто недостаток вашей тренированности, вот и все. То есть, достаточно просто постараться свою функциональную подготовку, в частности, к длинным забегам, тренировать в условиях таких же примерно. Я не говорю о высоте, в частности, да, потому что высота это отдельно для каждого. Точно даже, как у нас ребята говорили, автоматизация у всех, она разная. У кого-то бывает на второй день возникает автоматизация, то есть реально бывает и температура поднимается, и плохое самочувствие, слабость. А для кого-то, извините, и неделя, он чувствует себя прекрасно, питает как орел и думает, что все круто. Но проходит время, и после большого объема тренировок наступает падение. Но это уже как следствие. Как следствие перетренированности, но это уже отдельная речь, я думаю, для многих из вас. По поводу гелей, есть у нас здесь пример, да, если мы говорим о, ну, в частности, у нас здесь пример сис. Я, допустим, использую в последнее время ориентиры. Вот, есть сис, они, кстати, чем преимущество для ребят именно сис, то, что они достаточно жидкие. И не требуют особого, ну, особого запивания водой. Но, я единственное, что скажу, если вы выпиваете лень, обязательно делать один, хотя бы один глоток воды. Вот это обязательно, даже если кажется, что вроде как его достаточно. Очень часто ребята используют, кстати, есть у кого вообще не заходят гели. Есть такие, кстати, здесь у нас, вот вообще не заходят. Выпиваешь, кажется, что они чересчур сладкие, приторность некоторым не нравится, то вот используют такие вот батончики. В них, кстати, если говорить о количестве калоража, да, в них больше калорий, чем в геле. То есть здесь, если не ошибаюсь, там, сейчас не буду брать, посмотрим, сколько написано. 87 килокалорий на, ну, на одну вот, на порцию, да, а здесь 179. Ну, то есть представьте, да, два таких батончика, это примерно как ваши 3-4 батончика. Это если говорить еще, кстати, о весе, который вам нужно с собой брать. Ну, вес именно экипировки помимо снаряжения, которое необходимо обязательно будет с собой взять. Потому что, в частности, если даже говорить о гидрации, вот отличный вариант. Почему он отличный, уже говорилось, да, очень удобно тем, что и там пункты. Кстати, вот этого я не знала и узнала об этом только после финиша, уже после финиша дистанции. О том, что, оказывается, воды, пунктов с водой нет. Но теперь будут. Ну, вот тогда их не было вообще. И по-моему, до меня. То есть я привыкла, что, как обычно, на всех дистанциях, ты бежишь, там стоит там палаточка, да, где там вода, ты набираешь их вод, бежишь дальше. Но это в моем понимании было на тот момент. Быть может, я просто не очень грамотно подготовилась на тот момент, именно информационно. И я знала точки, то есть я даже, когда бежишь, там стояли вот эти капельки нарисованные, что скоро будет пункт с водой. Но палатки с водой я не видела. И меня это пугало, потому что у меня было только две бутылки вот таких вот как раз по 500 миллиграмм. Я думаю, господи, у меня здесь вода, здесь изотоник. А что же я буду делать, когда у меня это все закончится? Ну, то есть это, конечно, вызывало дополнительные сложности прохождения. А чем удобны именно вот такие бутылочки? Тем, что, во-первых, они мягкие. Ну, мне кажется, это более удобно, чем когда жесткая бутылка будет у вас в руке. И плюс, когда она влажная, она не скользит в руке. Потому что если брать обычные бутылки, они достаточно влажные. Но это если брать от лиственного бега, это реально раздражает, когда что-то скользит, что-то мешает. А здесь все вроде как находится. В случае, если вы чувствуете, что есть дополнительный воздух, вы можете сами избавиться от него своим же дыханием. Но это, если чисто говорить, такой психологический момент. Потому что на длинных дистанциях больше, наверное, играет роль именно психологический фактор. Потому что какими бы мы сильными не были, все равно бывает момент, когда ты начинаешь бежать, где-то злиться на себя, где-то понимаешь, что ты уже больше не можешь обессиленно и вообще больше ничего не можешь сделать. Удобно чем? Набирать воду. То есть там такие как раз пункты, где у нас ручьи, получается, там есть. Очень удобно набирать воду. Вы буквально опустили, подняли, закрутили и все. Точно так же, как и убирается в сумки, чем удобно. Оно убирается, собственно, в такие вот кармашки. В принципе, есть не только Соломон, еще есть и Адидас, и… Ну, вообще много вариантов сейчас практически, это стандарт. Это один из вариантов. Я не говорю, что это прям идеал какой-то. Потому что, смотрите, здесь есть, допустим, много, если, ну, увидите такие примеры, есть рюкзаки, в которых есть побольше, как сказать, побольше места для того, чтобы вы могли сюда что-то брать. Вот, это касается именно более длинных дистанций. Почему именно такой рюкзак, наверное, считается, ну, более оптимальным? Он легкий. Как бы я выбираю именно и легкость, и плюс хорошо, плотно облегает, он не прыгает на нас. Потому что есть такие рюкзаки, которые я, кстати, видела ребяток на 3-4, кто стартовал с обычными, ну, знаете, вот, я даже не знаю здесь у нас… Городскими? Да, вот с самыми обычными рюкзаками, я не знаю, как они терпелись вот это вот прыганье по спине, потому что это, ну, это раздражает уже буквально на 3-4 километре. Даже кажется же, изначально ты думаешь, да, фигня, но подумаешь, там чуть-чуть побьет, да нифига, ребят, это реально раздражает уже после первых, там, метров дистанции, думаешь, как так. Вот, также, ребят, у меня помимо воды изотоники, обязательно использовать электролиты для того, чтобы у нас наши углеводы использовать нужное русло. Вот, что еще хотела сказать? Ну, по поводу гелей, я думаю, я не буду говорить, какие именно здесь есть сис, павырапы, аэродиры, бушки, кстати, многие хвалили за их вкус, не знаю, не пробовала, но думаю, что, наверное, тоже это вкусно. Да, смотрите, вот правильно Ольга сказала, калорийность у всех разная, объем геля разный, калорийность разная, поэтому, когда будете выбирать, смотреть, на это тоже обращайте внимание, сколько вам их штук надо, тоже зависит и от того, какой объем геля, какие калории там заложены. Вот, что касается изотоников, почему мы их рекомендуем, или там регидрон, или там солевые таблетки, что-то еще, потому что, в отличие от других трейлов, вот здесь вода идет прямо сразу с ледника, и она не успевает напитываться минералами, она такая близко к дистиллированной, поэтому смотрите разные варианты, чтобы вам тоже, как бы, там, изотоник или то, что вы будете пить, заходило и не выходило. Пробуйте, но в целом, да, как бы, проблема с солями в водах, в горах, она есть. Ну, кстати, вот по поводу регидрона, многим не нравится вкус, но есть и ребята, которые говорят, что нет ничего круче регидрона, чем любой изотоник. Вот, но это, наверное, больше связано со вкусовыми рецепторами, то есть кому-то больше нравится именно, чтобы чувствовать вкус чего-то приятного, да, чем послевкусие того, что кажется что. Сейчас найду ближайшие кустики и там остановлюсь, вот. И точно так же по, ну, рекомендую, вот уже говорилось про то, что бывает, ну, чем длиннее забег, тем тяжелее нашему желудку. Я, допустим, рекомендую еще взять с собой что-нибудь для улучшения вашего пищеварения. Это что-то типа мизима, ну, мизим, да, почему? Потому что в мизиме существует фермент, который помогает лучше усваиваться любому продукту, улучшает, запускает метаболизм, да, соответственно, ну, это чисто моя рекомендация, потому что, ну, по мне это оптимально, потому что все-таки при длительном беге основная функция и энергия уходит именно в то функциональную нашу, да, для того, чтобы вы могли бежать, но никак не, не знаю, не рассчитано на то, чтобы вы бежали, ели и все это успевало перевариваться. Вот, по поводу, есть рекомендация по омега-3, но это чисто уже такие моменты, да, это чисто в подготовительном периоде желательно использовать чисто как поддержание организма, что ли. Есть много моментов, но это уже, я думаю, строго индивидуально надо просматривать. Есть какие-то вопросы? На восьмерку есть ли смысл какое-то питание брать? На самом деле на восьмерке есть рекомендация взять с собой воды, потому что на самом деле температура, ну, вот в прошлом году, допустим, внизу было достаточно жарко, хотя было ветрено, и многие говорили, а зачем мне вода, я вроде как и так пробегу, но тем не менее на финише пробегали полностью обезвоженные, потому что хотелось пить нереально. Ну, как бы этого, естественно, быть не должно. И даже самое обычное, вот знаете, есть такие поясные, ну, как повязочки, такие, в принципе, их тоже можно использовать. Я, допустим, многие трейлы как раз с такой бегала, чтобы не с рюкзаком, если не требуется никакой дополнительной экипировки с собой, это самое оптимальное. То есть взять бутылочку, мягкие, кстати, они не очень бьют по пояснице, чем хорошо, потому что есть такие, которые одеваешь, они начинают прыгать, и вот точно даже раздражают, собственно, уже начинают с первых метров. Что еще, кроме изотоников, гелий, вы примените на длинные гонки, вот такие как Ультра и Рейс? Вот вы что будете с собой брать? Такой вопрос заковыркой, я понимаю. Но здесь будет, ну, вновь рассматривается, в том числе, кстати, и бульон, причем, ну, я думаю, будет это на забросе. Куриный бульон. Единственное, что не только это будет, в частности, куриный бульон, он будет вместе с макаронами, то есть, чтобы были, дополнялись длинные углеводы. Быть может, это вызовет небольшую сложность, но, опять же, в дополнение с мизимом, тем же, да, который будет нам помогать, это будет намного успешнее, в частности, употребление. Вот. Но, чисто прочитывая многочисленные отзывы ультрамарафонцев, на самом деле, питание, оно сугубо индивидуально. То есть, я, в любом случае, у нас еще есть время для того, чтобы понять, что лучше подойдет, потому что что-то конкретное я сейчас не буду говорить, потому что я сейчас скажу, что возьму именно это, а по факту пройдет время, мы пробежим длительные забеги, я пойму, что что-то мне не подходит, и буду оптимально выбирать для себя. Поэтому, общее понимание сейчас есть, но что именно будет в том старте, это уже будет решено по факту самого старта. Вот. Как-то так. Есть еще вопросы? Вопросы? А можно уточнить? Да. Значит, смотрите, по рейсу, там два лагеря, две заброски, в заброске выкладите все, что угодно. В северном лагере будет кипяток, и мы планируем там дожирать их. На самом деле, офигенно будет заходить, вот это вот солененькое, и там еще макарошки плавают. Но вообще, когда на длинных дистанциях очень хорошо будет заходить соленое, будет хорошо заходить не сладкое. Вы от сладкого и от гелии устанете очень сильно. То есть, на длинной дистанции, смотрите, что вы едите, не только сладкое. Вот это обязательно. Но, кстати, многие хвалили, ну, когда берут на длинные дистанции, из разряда соленых огурцов, да, то есть, именно солененькое хочется. Рассол. Ну, рассол. Как вариант, кстати, идеальный, да. Но, единственное, здесь важный момент, как на это реагирует желудок. Потому что может получиться то, что произойдет обратный эффект, после многочисленного сладкого-сладкого-сладкого сразу переключиться на экстра соленое, и это может вызвать такой же приступ тошматы просто, и все. Ну, вот я, допустим, на утре ела только гелия, вот, а, в принципе, на такую длительность обычно, там, и бутерброды люди едят, там, сыр, колбасу, ну, то есть, темпы не очень высокие, это позволяет, там, съедать, пережевывать что-то и переваривать даже. То есть, когда очень редкая дистанция, темп по-любому снижается, там, не знаю, как Ольга выбежит, на каких пульсах, но в среднем люди уже не выдерживают такие высокие темпы на длительных, темп сильно снижается, и это позволяет пищеварению работать уже в более привычном режиме и переваривать обычную пищу. Многие, кстати, хвалят брать с собой финики, курагу, вот такие сухофрукты именно, но, ну, да, как вариант, ну, и чисто бананы, кстати, если говорить, не знаю, почему их постоянно дают на забегах, на самом деле они не самым лучшим, ну, если только вы бежите не быстро, тогда этот эффект еще не будет достигнуть, если вы бежите достаточно быстро, то бананы, они, наоборот, делают нам хуже, в плане желудочно-кишечного драка. Ну, это уже отдельная речь относительно более быстрых забегов, так скажем. Вот, значит, по пунктам питания, которые на коротких дистанциях, мы планируем вода и затоник, вот почему туксис развалили, это наш спонсор, партнер по спортивному питанию, обещает кормить, поить участникам. Вот, фрукты, какие-то, может быть, печеньки, снеки, ну, в общем, пока все обсуждаем между собой и решаем, какое меню предложить. Так, главное не делать, наверное, то, что было на каком-то эстаде, там, жарили бананы в шоколаде, что-то такое, и ребята вначале говорили, заходит на ура, но в итоге пока бежали, и там, ау, умирали от того, что реально не усваивается, и потом текли там по кустам. Поэтому этот момент продумайте, чтобы все было более детально продумано. Кстати, ребят, вот, по поводу кофеина, что могу сказать, многие используют его в качестве бодрящего эффекта, то есть, когда там понимаешь, что сил нету, но при этом надо двигаться как-то, они добавляют такие, ну, гели есть, есть просто таблетки кофеина. Только тест, только тестирование после, именно, длительные забеги, если вам заходит нормально с кофеином, тогда можете его взять с собой. Если вы чувствуете, что у вас начинает подниматься пульс, начинает подниматься давление в горах, ребята, вы просто там реально ляжете на камнях и будете лежать, ждать кого-либо, или спас машину, или еще что-то. Поэтому не экспериментируйте на высоте именно с кофеином гели. Даже если чувствуете, что вам плохо, лучше, либо, не знаю, прилечь и отдохнуть, и понять, готовьте дальше продолжать гонку, или же спуститься вниз и уже наслаждаться пейзажами, видами того, что... В самом деле это просто, да? Вот этот момент очень важный, потому что есть ребята, и слышал у многих ребят, кто принимали с кофеином, причем есть обычная дозировка, а есть кофеин плюс умноженный на два. Вот умноженный на два, он прям, надо прям вот проверить его, ребят, потому что вот хватит, что реакция может неадекватная. Вы даже будете себя чувствовать прекрасно, и покажется, что вот осталось совсем чуть-чуть, а в итоге из-за высоты и высокого давления, которое сразу же поднимет за счет кофеина, вы там не поймете, как вы оказались в машине скорой и ничего прочего. Как бы это ни звучало, но тем не менее, поэтому здесь прям детально подходите. Именно на длительных забегах проверяйте все это, потому что без тестирования, любого тестирования эффективности, это не принесет никакой совершенно для вас. Ольга, спасибо большое. Удачи тебе. Дорогие друзья, я очень рада вас всех приветствовать, от себя лично и от компании Adidas. Сейчас, наверное, я немножко в шоке и очень рада, сколько у нас всех здесь собралось. Я надеюсь, мы не первый раз, точнее, не последний раз встречаемся. Меня зовут Таня, я продуктовый менеджер компании Adidas, именно в категории аутдора и... Спасибо большое. Ага, именно в категории аутдор и сегодня я вам хочу... У меня есть две миссии, очень приятных. Первое, это рассказать вам про три наших самых инновационных кроссовки этого сезона. Про то, в чем можно бегать, какая вам модель лучше подходит. А вторая моя миссия, я начну очереду приятных сюрпризов, которые, я думаю, многие из вас ждут. Итак, давайте начнем. В первую очередь, мне достаточно интересно, кто из вас... Поднимите руки, кто из вас уже знает, в какой обуви побежит забег. Прекрасно. Замели очень хорошие новости. Я вас обманула, я забег даже не побегу. Но даже для тех, кто, во-первых, не знает, в чем он побежит, я надеюсь, я приоткрою заново стайны, как выбрать кроссовок. А для тех, кто побежит, я надеюсь, я тоже немного новой информации, интересной расскажу. Итак, я бы хотела начать свой рассказ с нашей достаточно молодой линейки. Как бы это одновременно делать? Линейка этих трейл-ролинговых кроссовок называется TUM. Что хорошего в этой модели? Во-первых, модель достаточно новая. Она у нас появилась в 2018 году. Какая здесь инновация? Что это наша первая модель для трейл-ролинга, у которой появилась широкая колодка. То есть люди широкой стопой наконец-то вдохнули спокойно и почувствовали себя намного комфортнее в этой обуви. Какие у нее еще положительные стороны? Во-первых, у всей нашей трейл-ролинговой обуви, что самое важное, как многие спикеры для меня говорили, важно иметь хорошую, прочную подошву. В наших кроссовках это мягкая резина, континенталь, которая будет вас защищать от всех камней, острых камней, больших камней. На красе вы будете чувствовать себя достаточно комфортно. Если это мокрая трава, соответственно, континенталь не скользит. То есть то, о чем мы говорим, одно из самых важных качеств, оно в этой обуви соблюдается в первую очередь. Второй момент. Насчет верха. Прошу прощения. Верх модели, который я держу, он достаточно прочный. Это прочная сетка. Сетка в наших кроссовках, она двойная. То есть если случайно вы напарываетесь на какую-то очень острую скалу, очень острый камушек, и что-то происходит не так, как, например, у меня, у нас есть всегда второй слой сетки. А меня слышно хорошо без микрофона? Да. Прекрасно, спасибо. А то я с гаража. Итак, если случайно рвется в сетка, есть всегда второй слой. Очень важно, это защита мыска. То есть случайные камни на мысок у нас пальцы потом не чернеют, ногти не чернеют, все в порядке. Защита по бокам обязательно. Что еще здесь важно, это протектор. Протектор у нас 3,5-4 мм. То есть модель очень хорошо защищает от камней. Именно в этой модели, что отличает эту модель от других линей, это достаточно широкий протектор. То есть кроссовок очень хорошо подходит для скалистой местности, именно в конкретном случае для забега Эльбрус. Кроссовок, к сожалению, менее подходит для забегов по грязи, потому что колодка широкая, протектор широкий, возможно, будет грязь больше забиваться. Поэтому этот кроссовок больше подходит, если вы бегаете дистанции на высоте, в горах, по более-менее сухой местности. Есть модификация этой модели. Во-первых, наша новинка. Это Tum Boa Parli. Чем она отличается? То, что верх полностью сделан из цельного однотканного полотна. Он бесшовный. И наши друзья Дима с Катей отмечают, что достаточно более удобная эта модель, потому что сетка не такая жесткая, как на предыдущей модели. Здесь сетка намного более мягче, ты чувствуешь себя более свободно. Также она отмечает, что может лучше дышать. Плюс у нас есть носок, который обеспечивает вам дополнительную фиксацию голеностопа. И также третья модификация модели Tum. Тоже моя любимая, честно говоря, технология. Это шнуровка. Шнуровка системы Boa. Возможно, многие из вас сталкивались, что есть проблема, что шнурки могут развязываться. Это не очень приятно на трассе. Именно с системой шнуровки Boa таких проблем не произойдет. Она работает достаточно легко. То есть она на щелчок открывается. Если вы бежите в перчатках, например, то это также удобно делать. Не надо снимать перчатки, чтобы перешнуровать обувь. Если что-то вам попало, вы одним щелчком открываете, поправили кроссовок, закрываете и закручиваете. То есть достаточно крутая технология, на мой взгляд, появилась у нас в прошлом году. Мы на нее очень сильно фокусируемся. То есть это третья модель Tum. Это шнуровка Tum. Это все про франшизу, про линейку Tum. О чем еще я хотела вам рассказать? Это наш кроссовок Agravit. В этом сезоне у нас появляется Agravit также с системой шнуровки Boa. Что еще здесь интересного? В кроссовках Agravit у нас имеется подошва Boost. То есть это наша самая амортизирующая технология. Если для вас приоритетно мягкая подошва... Ничего не слышали? На записи, надеюсь, посмотрите. Так, так слышно. Итак, если вам важно, чтобы у вас подошва была мягкая, то я на вашем месте также обратила внимание на эту модель. Что здесь еще немаловажно, что в этих моделях немного более узкая колодка. То есть в отличие от модели Tum, о которой я рассказывала, она подойдет, если у вас широкая стопа. Если стопа более узкая, то вам будет комфортнее, возможно, в модели Agravit. Здесь также отличительной чертой является более мелкий протектор, более узкая колодка. То есть этот протектор делает модель более универсальной. Вы можете бегать как по сухим горам. Вас будет хорошо держать на скалах, на груди, так и по грязи. То есть от грязи вы не будете чувствовать себя дискомфортно. То есть более универсальная и наша достаточно самая технологичная модель с технологией Voa и с технологией Boost. И последнее, о чем я хотела рассказать, приближаясь к нашему приятному моменту розыгрыша, это наш герой этого года, модель Speed. Что здесь такого интересного? Speed, как кроссовок, создан для быстрых дистанций. Он максимально облегчен. И то есть легкость, скорость – это его главное качество. Что здесь интересно? То, что у него достаточно мягкая сетка. У него также есть хорошая защита пальцев. Но при этом, вы как видите, у него даже облегченный немножко протектор. То, что и это облегчение протектора также экономит вес. Для многих бегунов это важно. Иметь на ноге, иметь легкую кипировку. Также облегченная, не такая широкая подошва, как, например, у кроссовка 2, то опять мы экономим весь наш вес. У меня здесь такая инсталляция, которую я хотела продемонстрировать, какие у нас бывают, как у нас весят кроссовки. Вот, например, у меня есть шоколадка. Как вы думаете, сколько она весит грамм? 300 грамм. Вы еще ничего не выиграли? Далее. Кроссовок 2. Франшиза, которая рассказывала. Франшиза с толстой подошвой. Система BOA. Достаточно отяжеленный кроссовок. Как мы видим, она весит немножко больше, чем эта шоколадка. Она весит 320 грамм. Теперь я хотела бы рассказать о весе кроссовка Speed. Что здесь интересно, что эта модель, она с Гортехсом. И эта модель, наша самая лучшая инновация в этом году. Честно говоря, наш пиар отдел меня запрещает это говорить. Я воспользуюсь случаем и скажу, что, по моему мнению, это самый легкий кроссовок с Гортехсом. Мы, по крайней мере, в нашей линейке. И этим он особенный. Я, во-первых, мой первый вопрос. Как вы думаете, легче он в шоколадке или тяжелее? Легче. Логично. Легче. А теперь, внимание, розыгрыш. Кто первый скажет, сколько весит этот мужской кроссовок? 215. 195. 205. 205. 205. 225. Давайте поднимаем. Ну, спокойно. Тихо. Я пока не услышала правильного ответа. Теперь поднимаем руки. 190. Нет. 218. Нет. Нет. 240. Нет. 260. Ближе. 218. 278. 218. Ближе. 218. 218. 218. 314. 218. 219. А бы честно сказали, тоже, 218. 218? 275. 218. Да, это правда. 218. 218. 218. 278. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. конкурент с Гордексом весит около 320 грамм, поэтому я считаю для нас это очень конкурентоспособной моделью. Поэтому, девушка, вы получаете сегодня от нас этот кроссовок. Я к вам сейчас подойду? Один. Не один, пару, извините. Он даже будет женский. Я к вам подойду, спрошу у вас размер. Так что я вас поздравляю. Я всем желаю хороших тренировок, удачного запека. Честно говоря, я сама здесь очень сильно вдохновилась, несмотря на то, что я бежать не собираюсь. Но это действительно потрясающе, очень сильно вдохновляет и это очень круто. Спасибо вам. Спасибо. Меня слышно, вот как нам слышно. Сейчас буквально коротенькая, маленькая информация, тресентация о том, что такое трекеры и как ваши зрители, болельщики и все остальные смогут следить за участниками дистанции рейсов. Всем здравствуйте. Меня зовут Максим. Я представляю компанию RIM 360. Мы являемся партнерами, соответственно, Air Force Race к обеспечению гонки спутниковой связью. Потому что там связи, как вы знаете, обычной GSM нет. В принципе, больше слайдов у меня денег нет, поэтому можно обратно картинку и фотографию включить красиво. Я к бегу вообще никакого отношения не имею. Единственное, что я хочу сказать, что это очень круто то, что вы собираетесь делать. Я за сегодняшний вечер о трейле узнал больше, чем за три своей жизни. Это действительно здорово. И я уверен, что для вас пытка два с половиной часа сидеть и слушать, а не ходить, поэтому я буду рад. Значит, те из вас, кто побегут гонку RACE, понесут с собой вот такую штуку. Это спутниковый трекер. Он же спутниковый коммуникатор. Сразу вот первый вопрос, сколько она весит. Я могу спросить шоколадку можно? Я с шоколадой скажу, потому что она весит 300 грамм. И сейчас у меня должны уже лететь помидожная лада. За такой вес. Вот. Но этот вес обусловлен, наверное, опять соображениями безопасности, потому что в этой штуке противоударный и влагозащитный корпус, она не плавает в воде. В смысле, она тонет. Она просто не пропускает воду IP67. Вот. Значит, батарейка там 5-300 мАч. Я не знаю, это мало или много о чем говорит. В общем, здесь где-то был вопрос, сколько он держит по времени. Значит, вам 100% хватит. Потому что расчетное время при одной координате в 15 минут, а именно такой интервал будет заложен на гонке. Значит, раз в 15 минут, трекер где-то около месяца проживет от одного заряда. Если, не дай бог, конечно же, что-то происходит, какая-то экстренная ситуация, на трекере есть, снизу крышка, здесь есть прекрасная кнопка «СОС», о которой Сергей рассказывал уже. Если в течение 5 секунд подержать, будет отправлен аварийный сигнал, соответственно, СОС, который придет сразу на базовые лагеря, в диспетчерские службы, и, соответственно, у вас будут максимально оперативно ее выводы. Также, я думаю, мы более подробно обсудим, будет какой-то некий алгоритм, то, что если с трекера в течение полчаса или часа… Часа, наверное, да? Нет точек, это, соответственно, тоже будет сигналом о том, что, значит, с участником что-то произошло, и будут предприняты какие-то действия по его поисково-спасательной операции. Соответственно, если градка, то вот так, еще в трекер будут заложены какие-то готовые сообщения, поэтому вы сможете, ну там, стартовал, остановился, передышка, чтобы примерно было понимание того, что с вами происходит, если нет перемещения точек. Также, благодаря этим трекерам будет организована трансляция. Трансляция полностью онлайн. На старте и на финише будет два больших экрана, где, соответственно, каждые 15 минут будет обновляться треки участников, и можно будет в режиме онлайн наблюдать за гонкой. Как через интернет, в принципе, так и на экранах, на старте и на финише гонки. Ну, наверное, к большому счету у меня все, если у вас есть вопросы. Насколько заряда хватает? Ну, я сказал, то есть заряда, в принципе, при том режиме, который мы выбрали, одного заряда хватит на месяц, поэтому на гонку хватит. Ну, если что-то в курсе, вот как Александра Гукова с латка спасали, ну, этим летом была такая спасательная операция, там 6 дней сидел на высоте 6-100, это вот именно с таким прибором сидел и с него общался. У него спутникотелефон сел, а вот эта штука работает. А можно вопрос, если, допустим, на 75-м решили вас там 2-3 часа поспать, а решения нет? Передадите нам вот как раз такой смс, мы и забьем. Встали на Бивак в 2 часа. Мы спокойно в 2 часа. Ну, тогда уже надо просыпаться. А то к вам волонтеры по фруксам. Можно я добавлю небольшой комментарий? Ничего не слышал? Так, ну я тогда закончу, если вопросов нет, всем спасибо. Всем спасибо. Нас поконять скоро будет.